Здравствуйте, зрители Первого Еврейского канала! Шалом! Я Владимир Архиерейский и вся наша телевизионная бригада приветствуем вас! Прошедшая неделя была полна знаковых дат, памятных и священных дней Мая. С одного из главных из них, с Дня Победы, мы начнем наш сегодняшний выпуск. День Победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне отмечается в России, Израиле и ряде других стран 9 мая. В некоторых странах окончание войны связывают с 8 мая с подписанием акта о капитуляции нацистской Германии по среднеевропейскому времени и именуют Днем памяти и примирения. В Израиле День Победы антигитлеровской коалиции над нацистской Германией во Второй мировой войне Йом-Аницахон отмечается 9 мая, что подчеркивает решающую роль Советского Союза, его народов и интернациональной армии в сокрушении злейшего врага всего человечества. В государстве Израиль, где проживает самая большая в мире еврейская община, государственный статус этого праздника закреплен сразу двумя законами. Законом о Дне Победы над нацистской Германией 2017 года, а также законом 2018-го о Дне Спасения и Избавления еврейского народа от нацистской Германии. Этот день, Йом-Шихрур-Веоцала, согласно еврейскому календарю, ежегодно отмечается 26-го числа месяца Ияра. Предание Дню Победы и Дню Спасения и Избавления государственного статуса – это во многом заслуга русскоязычных членов Кнесета и правительств Израиля, представлявших выходцев из бывшего СССР, России и постсоветского пространства, а также Союза ветеранов и инвалидов Второй мировой войны и общественных организаций жертв Холокоста, бывших блокадников Ленинграда, детей и беженцев войны. Инициатива введения в реестр официальных дат Израиля Дня Спасения и Избавления 26-го еврейского месяца Ияра принадлежит религиозным и общественным лидерам еврейских общин и организаций, и в частности президенту Международного благотворительного фонда Стмеги, вице-президенту Российского еврейского конгресса Герману Захарьяеву. По общегражданскому календарю День Спасения и Избавления 26-го Ияра выпадает в 2023 году на 17 мая. 9 мая как бы открыл созвездие дат, связанных с победой над нацизмом. В эти дни, отдавая дань священной памяти и безмерной благодарности советской армии за великую победу и спасение еврейского народа, в еврейских общинах Израиля, России, других государств отмечали и огромный вклад воинов-евреев в сокрушение общего врага. Более полутора миллионов воинов-евреев участвовали в боях Второй мировой войны. Точнее, в войсках антигитлеровской коалиции на Советско-Германском фронте, в Европе, в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане, на земле, в море и в воздухе сражалось 1 миллион 685 тысяч еврейских воинов. В рядах Красной Армии воевали полмиллиона евреев, 200 тысяч из них погибли. К концу войны звания Героя Советского Союза удостоились 135 евреев. Два еврея, главком ВВС РККА генерал-лейтенант Яков Смушкевич и генерал-полковник танковых войск Давид Драгунский получили это звание дважды. Еще 14 евреев стали полными кавалерами Ордена Славы, что приравнивалось к званию Героя. В пересчете на 100 тысяч еврейского населения коэффициент звания Героев Советского Союза составил 6,83. Впереди только русские – 7,66 на 100 тысяч населения. Только в военно-воздушных силах Красной Армии сражались более 7 тысяч еврейских офицеров и генералов, при этом 4549 из них находились на фронте. Процентная доля этих офицеров и генералов – 4,73%, в несколько раз превышала процент еврейского населения СССР по переписи 1939 года – 0,77. Евреи-Герои Советского Союза распределились так – из рядового и сержантского состава – 39, из младших офицеров – 71, из старших офицеров – 33, из генералов – 6. А также звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено одному гражданскому – подпольщику, командиру диверсионной группы Исаю Казинцу. 15 ученых, специалистов, руководителей оборонных предприятий и командиров производства еврейского происхождения были удостоены звания Герой социалистического труда за участие в Великой Отечественной войне. В Израиль из бывшего Советского Союза в 70-е и 90-е годы прошлого века репатриировались около 40 тысяч евреев-участников войны. Из них 25 тысяч – бывших фронтовиков. Сегодня непосредственных участников боевых действий в Израиле осталось около тысячи человек. Как в Израиле встретили 9 мая в этом году? Что происходило на День Победы в еврейской стране? Смотрим. От Метулы до Илата через весь Израиль с севера на юг пролег маршрут традиционного автопробега в честь Дня Победы. Пробег в преддверии этой даты прошел в Израиле уже восьмой раз. В настоящее время это наиболее масштабный автомотопробег на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров. По данным организаторов, в автомобильном шествии участвуют сотни людей – мотоциклистов и автомобилистов. Среди машин был старый «Москвич-412», а также автомобиль с макетом башни легендарного танка Т-34 на крыше. Участие в пробеге принял представитель мотоассоциации из Санкт-Петербурга. В колонне также были израильские байкеры, машины, украшенные флагами Израиля, России, знаменами Победы. Состоялись и официальные мероприятия – вознаменование Дня Победы над нацисткой Германией. Государственная церемония в честь Дня Победы прошла утром 9 мая в Кнесете. На праздничном мероприятии присутствовали представители Союза ветеранов Второй мировой войны, представители молодежных организаций. Накануне Дня Великой Победы в Израиле встретили частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата, которое находится в Москве. В рамках международной акции «Огонь памяти», приуроченной к 78-летию Великой Победы, ее провезли по нескольким городам еврейского государства. Под Иерусалимом, в лесу Красной Армии, состоялось возложение венков к монументу в честь воинов, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны. В Тель-Авиве прошел в новом формате «Бессмертный полк». Торжества состоялись также в Холоне, Реховате, Бат-Яме, Хайфе, Нитании, Кириат-Яме и других городах Израиля. В позапрошлом, прошлом и нынешнем годах было решено не проводить шествия с участием ветеранов Второй мировой войны из-за трудностей, связанных с возрастом и состоянием здоровья бывших фронтовиков и тружеников тыла, а также из-за погодных условий начала мая. Однако во многих городах Израиля состоялись митинги у 16 памятников и монументов, посвященных еврейским войнам и победе над нацистской Германией. В еврейских общинах России 78-я годовщина Великой Победы отмечалась широко и торжественно. Более 40 детей войны собрались в еврейской общине Курска на встречу, посвященную Дню Победы и 26-му Ияра, Дню Спасения и Освобождения. Представители Астраханской еврейской национально-культурной автономии «Надежда» приняли участие в онлайн-фестивале «За нашу победу», которая проходила со 2 апреля по 9 мая 2023 года. Члены и активисты региональной еврейской национально-культурной автономии Оренбургской области отметили День Победы выездным торжеством. Во Владимире прошел межнациональный поэтический фестиваль «Этот День Победы», в котором приняла участие Владимирская еврейская община. На праздничном мероприятии в Биробиджане, Центре еврейской автономии, участников и гостей угостили настоящей солдатской кашей и позвали на большой концерт песен военных лет. Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли, можно сказать, во всех еврейских общинах России. На 9 мая 2023 года выпал праздничный день еврейского календаря Лагба-Омер. Он знаменует собой 33-й день отчета Омера. На 2-й день Песаха евреи приносили в храм сноб ячменя нового урожая – 1-й Омер, после чего возносили Богу молитву о плодородии, начиная таким образом 49-дневный отчет Дней Омера – от Песаха до Шевуота по числу дней от исхода из Египта до получения Торы. В Лагба-Омер на 33-й день устраивается некий перерыв в семинедельном ожидании видов на будущий урожай. Отсюда и название, где Лаг – это буквы Ламет и Гимель, обозначающие по Гематрии цифру 33. Праздник начинается после захода солнца 8 мая и заканчивается 9 мая, но связан он и с еврейской историей. Об этом наш рассказ. Во II веке н.э. в разрушенном римлянами Иерусалиме продолжали жить еврейские мудрецы, знатоки и толкователи Торы. Одним из них был Рабби Акива, величайший каббалист и богослов. Рабби Акива мечтал о высвобождении своего народа от власти Рима и активно участвовал в восстаниях против императора Адриана. Во время одного из мятежей его схватили и жестоко казнили. Смерть праведника сопровождалась эпидемией чумы, прокатившейся по Иерусалиму и окрестностям. От этой страшной болезни умерли 24 тысячи учеников Рабби Акивы. Эпидемия прекратилась чудесным образом именно на 33-й день омера. В этот день уходил из жизни еще один выдающийся раввин Иерусалима Шимон Барьяхай, или Ражби, друг и последователь Рабби Акивы, автор книги Зоар. Смертью смерть поправ, он все же успел поделиться со своими учениками глубокими тайнами Торы и Каббалы. По преданию, солнце не заходило, пока Рабби Шимон не закончил рассказывать обо всех таинствах мироздания. Благодарные ученики похоронили своего великого наставника ночью на горе Мирон, самой высокой горе Галилеи и второй по высоте на земле Израиля. С тех пор в ночь на Лагба Омер принято разжигать костры в память о мудрости, которую Рабби Шимон Барьяхай открывал людям на протяжении своей жизни и в день смерти. Считается, что этот обычай символизирует свет, изгоняющий тьму. Сотни тысяч евреев посещают в эту ночь израильскую гору Мирон, где похоронен Рабби Шимон Барьяхай, великий Ражби. В этот день на Мирон привозят детей, которым исполнилось три года, возраст, когда еврейским мальчикам впервые стригут волосы, оставляя пряди волос на висках, пейсы. Здесь, на могиле Рабби Шимона Барьяхайя и совершают эту церемонию. Также в этот день дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами. Считается, что этот обычай напоминает потомкам о восстании иудеев против римлян и отдает дань еще одному народному герою, предводителю восставших Шимону Бар Кохби, погибшему при обороне крепости Бейтар. На горе Мирон, в Лагба Омер, собираются сотни тысяч израильтян, членов разных иудейских религиозных сообществ и направлений, дворов и их единоверцы из-за рубежа. В 2021 году там, во время ночного празднования, обрушилась одна из трибун, затем началась давка при спуске с горы, и в результате погибли 45 человек, более 150 получили ранения. Трагедия, как выяснила созданная позднее комиссия, произошла из-за некачественного строительства трибун, плохой сварки конструкций, превышения норм допуска участников и неорганизованной эвакуации людей. Печальные уроки смертельного столпотворения на горе Мирон были учтены, и в этом году празднование Лагба Омера прошло без ЧП. В Лагба Омер принято разжигать большие костры, собираться вокруг них, петь и танцевать не только на горе Мирон, но и по всему Израилю. Считается, что этот обряд обозначает победу учения над варварством. Однако есть и историческое объяснение этой традиции. Повстанцы Бар-Кохбы зажигали сигнальные огни на вершинах гор с целью передачи сообщения о начале восстания. Костры, разжигаемые в Лагба Омер, воскрешают память о той перекличке. Но делать это в современном, густонаселенном и плотно застроенном Израиле приходится с большой осторожностью. Лишь мелкими происшествиями ограничилась ночь праздника Лагба Омер с 8 на 9 мая. Накануне комиссар пожарно-спасательной службы Равин и Яль Каспи ввел запрет на разведение больших костров в Лагба Омер из-за нестабильной ситуации с безопасностью и погодных условий. Пожарные службы, полиция и бригады добровольцев строго следили за выполнением этого распоряжения в городской черте и особенно вблизи лесных массивов и сельхозугодий. Зато в сети опубликовали уникальный иммерсивный клип, посвященный празднику Лагба Омер. Видеоролик появился в телеграм-канале «Израиль сегодня». В клипе объединились все знаменитые еврейские религиозные певцы. Кроме того, в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лагба Омер на горе Мирон в 50-х годах. Судя по этим редким архивным фотографиям, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лагба Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время. В этом году, как и в прошлое, Московский общинный центр горских евреев отметил семейный праздник Лагба Омер. Всех участников ждали традиционные для этого праздника угощения и обряды. А община Геула устроила выездной праздник, большой концерт, а также развлечения для детей и взрослых. Подробности у Натальи Кравченко. Сейчас мы выходим зажигать, все, радоваться. Лагба Омер на первый взгляд противоречив, как день и ночь. Это дата кончины раби Шимона Барьюхая, ученика раби Акивы. И, казалось бы, евреям следует скорбеть по своему учителю. Но в Лагба Омер наоборот, предписано веселиться. Общины-центр в Сокольниках вырос из Ешивы Шареки Душа. Она открылась 15 лет назад. В какой-то момент у нее стало так много прихожан, что они просто не помещались все на праздники в одном здании. В будущем общины озаботились меценаты и земляки Готни Санов, Зарах Ильев и Герман Захаряев. Они попросили помощи у мэра столицы Сергея Собянина. Тот выделил для общины помещение, где в 2017-м начался ремонт. Спустя два года в столице открылся первый в мире общины-центр горских евреев. То, что наш огонь горит, мы видим, сколько света. Это свет нашей Торы олицетворяет. Поэтому мы должны пользоваться этим оружием, обращаться к Богу, молиться Всевышнему. Чтобы с наших, когда мы молимся Кашему, когда идут слезы и говорят нам наши мудрецы, человек внутри своем сердце, он начинает меняться. Потому что мы пришли исправить свои качества в этот мир. ОГИЕ – центр не только духовный, но и образовательный. Здесь проходят интеллектуальные и спортивные занятия для детей. В этих стенах встречаются писатели и поэты, историки и исследователи языка горских евреев джури. А еще здесь отмечают все праздники еврейского календаря. Словом, община стала одной большой семьей. Дети стали главными героями праздника общины Геула. Обязаны они этим любаевическому рэбе, с легкой руки которого по всему миру распространился обычай устраивать в Лагба-Омар, детский парад, за которым следует развлекательная программа. Вкладывать надо в детей в первую очередь. Почему? Потому что мы поколение, когда дети помогают своим родителям. Мы подумали, что огонь, свет Рабишиму Барюхая надо сожигать через детей. Праздник Костро в этом году совпал с другой важной датой – Днем Победы. Вечер объединил не просто членов общины, а целые семьи. Если бы не было этой Победы, евреев бы сегодня, может быть, вообще не было. Поэтому мы с большой благодарностью. И этот праздник для нас действительно большой и очень любимый, очень уважаемый и очень значимый. Это очень важно. Это сплачивает общину, когда люди с семьями могут выйти куда-то отметиться, чтобы дети друг друга знали, чтобы люди общались, чтобы все-таки женщины могли куда-то выйти с семьями погулять. Община горских евреев Геула – одна из крупнейших в Москве. Она существует уже около 15 лет. Человек делает что-то, что от него зависит, и меняет картину мира. Приближает освобождение и приносит в этот мир шалуми, то, что мы называем. Пусть будет вот этот дюльдинджи, спокойствие, покой, настоящий. Пусть будет во всех семьях. Зувулун Якобов – часть общины Геула практически с самого ее основания. Он не только отмечает все праздники в кругу своих друзей, но и организует их. Якобов – один из авторов идей празднования Сукота на территории Меоц. Вечера, которые община устраивает ежегодно, уже на протяжении 15 лет широко известны в первую очередь рекордными размерами суки – особого шалаша из веток. Самое главное, чтобы с Божьей помощью каждый человек, каждое творение мог исполнить свою миссию в этом мире с Божьей помощью, сделать то, что от него, о чем хочет. И главная задача, и главная миссия, и главная цель – это машех с Божьей помощью, что придет и будет отстроен третий храм, и тогда будет самая большая радость, которая может быть. Спасибо вам, Хаксамер, Худокумаки. Гости праздника ушли домой не только с положительными эмоциями, но и с подарками. Вечер завершился розыгрышем призов. От праздников к делам насущным. Вернее, к тому, что никак не может исчезнуть и отравляет жизнь еврейским общинам. О том, без чего не обошлась и минувшая неделя. Мы снова говорим об антисемитизме. Но вначале о двух исторических решениях последних дней. В воскресенье, 7 мая, израильское правительство наконец приняло определение антисемитизма. На минувшей неделе в Израиле согласились с определением Международного альянса памяти жертв Холокоста, которое касается искажения и отрицания Холокоста, а также дополнено определением дискриминации цыган и цыганского народа. Это определение уже принято десятками стран мира. Данное расширение определения в настоящее время является одним из наиболее важных и стратегических инструментов борьбы с антисемитизмом, с акцентом на новый антисемитизм, который стремится отрицать легитимность существования государства Израиль, устраивать бойкот еврейского государства, отрицать Холокост и искажать итоги Второй мировой войны. Кроме того, также на прошлой неделе было одобрено предложение министра по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихая Шикли признать обязательства государства Израиль государством еврейского народа, почтить память и признать тех евреев диаспоры, которые не являются гражданами Израиля, но которые были убиты в ходе антисемитских нападений в диаспоре по единственной причине того, что они были евреями. Эта инициатива активно продвигалась председателем Всемирной сионистской организации Яковом Хагуэлем. Она должна была символизировать сущность Израиля как государство еврейского народа. Таким образом будут признаны многие семьи в диаспоре, которые потеряли своих близких в результате антисемитских нападений. Конкретная забота об этих семьях, углубление связи с ними, усилие по увековечению памяти жертв обозначает степень ответственности государства Израиль и его граждан за евреев диаспоры, которых объединяет общая судьба. Комиссия, созданная для реализации этого исторического решения, также рассмотрит случаи убийства неевреев в результате нападений антисемитского характера в диаспоре. И как непрошенный отклик на эти события прозвучали трагические новости из Индии. Не из Европы и США, где о всплесках антисемитизма мы говорим из программы в программу, из выпуска в выпуск. Например, сегодня мы могли бы рассказать про дебош в Амстердаме, который устроили болельщики футбольного клуба «Аякс». Нет, мы говорим про Индию, где в принципе трудно найти евреев, казалось бы. Так что же там произошло? На территории индийского штата Манипур уже вторую неделю длятся беспорядки, вспыхнувшие на общинной почве. Конфликт на северо-востоке страны возник между двумя этническими группами, претендующими на титульный статус в Манипуре. Одна из этих групп – племя Мейтей, другая, составляющая коренное население штата – племя Куки. Однако также коренным жителям Манипура относится иудейская община Бнейменаше, члены которой называют себя потомками одного из колен Израилевых, ведущего свой род Адмонассии, царя Иудеи и старшего сына Иосифа. Больше половины членов общины Бнейменаше уже репатриировались в Израиль с середины 70-х годов. Они успешно интегрировались в израильское общество, служат в армии обороны Израиля, стали последовательными сионистами и достойными гражданами еврейской страны. Оставшиеся в Индии около 5000 представителей Бнейменаше надеялись, что им удастся сохранить религиозную идентичность и безопасность в родной Индии, однако события последних недель поколебали их надежду. В ходе ожесточенных столкновений в Манипуре были убиты от одного до нескольких членов общины Бнейменаше, более десяти пропали без вести. Были до тла сожжены по меньшей мере 210 домов представителей общины и две синагоги. Многое указывает на то, что антисемитские мотивы влились и в этот сугубо индийский конфликт. Сегодня потомки колена Манассии бьют тревогу и хотят немедленно репатриироваться в Израиль. Они призывают Израиль совершить операцию по их спасению, как это делалось с евреями из стран Северной Африки и Ближнего Востока в прежние годы. Ответа израильских официальных органов – они, судя по их выражению, на пороховой бочке ждут со дня на день. Если на северо-востоке Индии, в штате Манипур, синагоги уже пылают, то в американском штате Иллинойс это было замыслом одного из ярых местных антисемитов. Так что же помешало ему привести свои угрозы в действие? На прошлой неделе в городе Антиох, штат Иллинойс, был арестован 33-летний местный житель. Он обвиняется в преступлениях на почве ненависти и преследовании в интернете. Горожанин по имени Кристофер Уильямс рассылал угрозы еврейским общинным организациям по электронной почте. Затем он сосредоточился на конкретной синагоге в соседнем Линдерхерсте, также в штате Иллинойсе. В течение нескольких месяцев накануне каждой субботы Уильямс запугивал прихожан в синагоге пожаром, в котором они погибнут, а молельный дом сгорит дотла. После многочисленных жалоб в полицию местный гирострат был взят под стражу. Ему грозит суд и приговор. Кстати говоря, о требованиях, диктуемых той или иной ситуацией. В Израиле недавно принято скандальное, по мнению многих, решение об отмене облегченной репатриации евреев и членов их семей из России и Беларуси. Так с чем связано такое решение и какое развитие событий теперь мы можем увидеть? Комиссия Кнесета по диаспоре собрала экстренное заседание в связи с решением Министерства репатриации и интеграции изменить правила приема евреев и членов их семей из Российской Федерации и Республики Беларусь. Эти две категории иностранцев будут лишены возможности, прибыв в Израиль в качестве туристов уже здесь, на месте, оформлять статус репатрианта. Оформление могло проходить по упрощенной процедуре, подразумевающей добор необходимых документов по ходу дела. Этим занимались 11 специализированных центров, открытых по всей стране. Отныне, по решению Министерства репатриации и интеграции, большая часть этих центров закрываются, а в оставшихся не будут принимать выходцев из России и Беларуси. Они, прибыв как туристы, будут продолжать находиться в этом статусе, пока не смогут стать репатриантами. А это для них будет практически невозможно без возвращения в страны исхода и прохождения там всех требуемых проверок, оформлений и разрешений. Как правило, это занимает от года до полутора лет и даже более. Нахождение претендентов на гражданство в Израиле, что называется в подвешенном состоянии, теперь будет очень проблематичным из-за истечения сроков туристической визы, отстаивая право на работу, медицинскую страховку, невозможности перевода денег с зарубежных счетов, длительного съема или оформления покупки жилья. Заслон вызвал негативную реакцию ряда русскоязычных депутатов Кнесета. В частности, в активном действии по преодолению, как они выразились, дискриминационного решения высказались депутаты партии «Наш дом – Израиль», опирающийся на голоса репатриантов из бывшего СССР и с постсоветского пространства. В действиях правительства они видят продолжение объявленной министерством под руководством представителя партии «Религиозный сионизм» Офера Сафера политики резкого переноса акцентов с приема русскоязычных репатриантов из бывшего СССР на зазывание и ожидание евреев восточного происхождения из Франции или выходцев религиозных общин США. Депутат Кнесета Зеев Элькин, русскоязычный представитель партии «Государственный лагерь», назвал нововведение закрытием ворот Израиля. Русскоязычные парламентарии считают, что все это можно было бы уложить в такую откровенную формулу. Никакие русскоязычные евреи здесь больше не нужны. Пусть забудут об Израиле. Депутат Кнесета Евгений Сава от партии «Наш дом – Израиль» предложил сразу же выдавать рабочие визы тем, кто прибыл в Израиль в качестве туриста и подал документы на получение статуса репатрианта. Но это произойдет вряд ли, так как в стране на таком положении уже долгие годы живут десятки тысяч нелегалов из Африки и русским по ряду причин не станут создавать такие же благоприятные условия, как суданцам и эритрейцам. В любом случае, развитие событий больше не предвещает никаких послаблений для этой части выходцев из бывшего СССР, стремящихся быстро получить израильское гражданство. Это традиционный раздел нашей программы «Придумали евреи». Так какое же изобретение и какой изобретатель станут сегодняшними героями? Внимание на экран! Кто из нас не помнит смешной эпизод фильма Никиты Михалкова «Родня», где его главная героиня Марья Васильевна Коновалова и инженер рыбозавода Юрий Николаевич Ляпин фотографируются в парке, в кабинке моментального фото. А потом из прорези выползают не побывавшие там, но снимавшиеся в фильме Александр Адебашьян и сам Никита Сергеевич. Не в одной лишь родне, но и в других советских комедиях и не только фигурировали эти фотокабинки. Да вы и сами, дорогие зрители, в них, наверное, не раз позировали. Для снимков на документы, на память или просто так. А изобрел их человек по имени Анатоль Марко Джозефа. Нет, он не был итальянцем. Его настоящее имя Анатолий Маркович Язефович. Он родился 31 марта 1894 года в России, в Томске, в семье еврейского ювелира Марка Язефовича. В раннем возрасте Анатолий увлекся фотографией. В 15 лет поступил в технический институт, чтобы заниматься ей. Перед Первой мировой войной отец отправил его в Германию для прохождения обучения фотоделу. И уже там, в Германии, Анатолию приходит мысль о создании фотомашины, которая могла бы сама делать снимки. Началась Первая мировая, и Язефович отправился на другой конец света, в Шанхай, где открыл свое фотоателье. В 1920-х он возвращается домой, в Томск, но вскоре эмигрирует в США, где и презентует свое изобретение в 1925-м. Первая автоматизированная фотостудия появилась в сентябре 1925 года в Нью-Йорке, на Бродвее, и имела невероятный успех у публики. Изобретатель представился как Анатоль Марко Джозефа. Свою передвижную автоматизированную студию моментального снимка Джозефа назвал «Фотоматон». Кабина состояла из двух отсеков, в одном из которых располагался клиент, а в другом находилось оборудование. Каждый снимок был уникален и не имел негатива. Фотоматон брал 25 центов за полосу из 8 фотографий, проявленных за 8 минут. Спустя три года изобретатель продал права на машину Генри Маргентау-старшему за 1 миллион долларов. Маргентау не прогадал и заявил, что эта машина позволит ему делать в области фотографии то, что Форд сделал в автомобилях. В следующем году машина была представлена на европейском рынке. Ее рекламировал сам Сальвадор Дали, чей фотопортрет был сделан там же. Фотокабинка пережила своего изобретателя на десятки лет и скоро будет отмечать свое столетие, почти не изменившийся дня появления. Разве что техника стала совершеннее. Домобильные телефоны и селфи потеснили детище Анатолия Язефовича. Но приглядитесь, нет ли этой чудо-кабинки в ближайшем парке или торговом центре. В нашем разделе «Симхат Шаббат» комментарий недельной главы Торы дает Равин общины Байтсфаради и Лазар Несимов. Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава «Бамидбар» начинается четвертая книга в Торе «Бамидбар» и недельная глава называется тоже «Бамидбар». «Бамидбар» — это «В пустыне». Здесь описывается в этой книге жизни евреев в пустыне, их передвижение. «Бамидбар» — это буквально пустыня. Однажды в Багдаде в одном семье родился ребенок. Назвали его Йосиф Хайм. Йосиф Хайм в дальнейшем стал великим мудрецом под названием, мы знаем его как Бениш Хай. И его отец тоже был мудрец. Но ребенок уже с детства был одаренным. Он учился очень много и очень много знал. Несмотря что был ребенком, он хорошо понимал Тору и разбирался в самых сложных местах в Торе. Но никто не знал, что у него такие колоссальные большие знания в Торе. Он себя вел очень скромно. Он никому не говорил, нигде не распространял это, а все время учился, учился и учился. Однажды с Иерусалима прислали очень серьезный вопрос его отцу, потому что его отец был великим мудрецом, был законодателем, и ему надо было отцу решить этот вопрос. Но пока письмо дошло к отцу, принеси письмо домой, и это письмо лежало на столе. И взял маленький Йосиф Хаим, прочитал письмо. И там он увидел мудрецы Иерусалима, прислали вопрос. И ответил на их вопрос, написал ответ, поставил в конверт, отправил в Иерусалим. И когда получили это письмо в Иерусалиме, они были очень довольны, потому что они получили обоснованный ответ на свой вопрос. И через некоторое время они получили повторное письмо. И в повторном письме был написан тот же самый ответ, то, что был в первом письме. И удивились, как такое может быть, что им поставили письмо два раза. И когда выяснилось, что первое письмо, первый ответ это послал им юный Йосиф Хаим. А второе письмо, а второй ответ на самом деле послал отец Йосиф Хаима. Тот же самый ответ он послал. И тогда узнали, что Йосиф Хаим, он великий мудрец, и у него есть большие познания в Торе. Таким образом распространился его имя. Вот Тора нам говорит, мудрецы нам говорят, если человек себя держит скромно и превращает себя в пустыню, Бог так делает, что про этого человека все узнают. Все узнают, и этот человек достигает величия. Вот что мы можем выучить от нашей недельной главы, от книги Бемидбар. Братья Андрей и Кирилл Эйхпусы совсем недавно побывали на берегах Волги. Оттуда и их материал о том, как живет еврейская община в Самаре. Нет, не в израильской Самарии, а в нашем российском городе Самара, который раньше назывался Куйбышев. Смотрим. Мы в Самаре. Солнце, но холодный ветер, и поэтому как-то вот не чувствуется майского тепла. Город большой, город великий, город индустриальный. Но все ездят в основном, я посмотрел, на Жигулях. Ну, потому что Тольятти под боком. Вот даже маршрутки идут в Тольятти. Аэропорт Курумыч находится посередине между Самарой и Тольятти. Он назван в честь одноименного поселка, который находится буквально в 7 километрах. Новое здание аэропорта, которому присвоено имя Сергея Королева, открыто в 2015 году. Потом там была легкая доделка, легкая реконструкция. В общем, в 2018 году аэропорт полностью заработал. К чемпионату мира? Возможно. Самара, великолепный город. Основан в 1586 году. С изумительной историей река Самара течет в Самаре. Ну и, конечно, Волга. С ее островами, с пологими берегами, с песчаными пляжами. И даже я видел фотографии, не отличишь от Мальдив. Такие здесь красоты. Маршрутки идут до Тольятти. То есть до Тольятти рукой подать. И запчасти Жигулевские, и, собственно, Жигули конвейер работает. Ну что, нам на Соколова 36, там одна из трех синагог, которые находятся в Самаре, ехать примерно час. Далековато, я скажу. Так что вызываем такси. Здесь надо голосовать? Нет, я думаю, что здесь есть такси по радио. Давай. Соколова 36. Мы проверим два оператора. Яндекс и Эндрайвер по классике. 993 рубля. Это Яндекс. Дороговато. Попробуем Эндрайвер. Заказать 800 рублей. 800, да. Уже лучше. Уже сэкономили. Эндрайвер 800 рублей. Эндрайвер 800 рублей. Самарская синагога по адресу улицы Соколова, дом 36. Самая безопасная в России и, наверное, и в мире. А знаете почему? Потому что на эту синагогу не было ни одного нападения. За всю историю не было ни одного акта вандализма. Синагога находится в 10 метрах от здания главного управления Министерства внутренних дел по Самарской области. Вот оно. Надежное местечко. Равин только что выходил, увидел нас. Пойдем поздороваемся. Даже машина ДПС стоит, охраняет жизнь евреев в этом прекрасном городе Самара. Немножко распогодилось. Ветра здесь нет. А ты видел какие там трамваи симпатичные ходят? Смешные трамваи. Татра, по-моему, называются вот эти вот, которые в 80-е годы ходили в Москве. Вот нам сюда зеленая дверь. Видео в интернете. Синагога Самарской общины. Открыта при поддержке централизованной религиозной организации ортодексального иудаизма. Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России. Так, звоним. Рэба. Шалов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Андрей. Очень рад вас видеть. Дедра. Брухим обоим. А, манишма? Брухаша. Аккулбиседр? Брухаша, блин, народ. Раф Александр, уважаемый, мы так давно хотели к вам попасть. Здравствуйте, наконец мы здесь, в вашей прекрасной общине, в вашем шикарном городе. Мы побоялись зимой к вам ехать, потому что, говорит, ветер, как Андрей говорит, ветра. Ветра и погоды стояли не очень, а сейчас весна, практически лето, и мы у вас. Я в восторге от вашего подхода к жизни, планирования. Вы отлично все просчитали. Во-первых, огромное вам спасибо, что нашли возможности, желание у вас появилось нас посетить. Аминь. Путь не близкий. Очень вам рады, на самом деле. Таким гостям всегда мы счастливы. Действительно красивый город. Вы сейчас получите удовольствие. Сейчас набережная, все в цвете, все цветет. Очень ранняя весна, поэтому сейчас все вас встречает. Природа уже проснулась. Сейчас чуть-чуть похолодало, но достаточно все еще тепло. Можно прогуляться, посмотреть нашу набережную потрясающую. Все еврейское, что здесь есть. Город в вашем расположении очень долго вас ждал. Мы начнем с детской темы, да? Мы начнем, наверное, с того, где мы находимся. То есть мы в синагоге. Синагога на улице Соколова 36 в Самаре. Мы здесь открылись пять лет назад. Торжественное было открытие с представителями Кераора, с письмом, благословением Адольфа Соломоновича, который висит у нас здесь на стенке. После очень долгих лет желания выйти из исторического центра и в шаговой доступности, в транспортной доступности для всех евреев города создать место, где можно прийти с детьми. Не только помолиться. Помолиться, безусловно, но еще и заняться любыми еврейскими занятиями. Порисовать, попеть, изучить в рит. Занять своих пожилых членов семьи, многоуважаемых ветеранов, взрослых и старших. Программа преодоления одиночества здесь в синагоге действует для детей, для всех возрастов, подростки, молодежь. Все это пошло отсюда. Программы разбрелись. Помещение у нас еще небольшое по всему городу. Мы мечтаем создать общийный центр, чтобы это все создать, собрать на площадке. Пять лет назад мы открыли это помещение на Скалово 36. Открыли с демонстрацией торжественных рисунков, которые сделали дети, которые учатся в школе Орд, в 42-й школе, под руководством Юлианина Генгут. Это рисунки, посвященные праздникам и памятным еврейским датам. Давайте подойдем. А Финкенштейн, правильно, Рита? Финкельштейн, да. Финкельштейн, да. Маша. Вера. Вера. Макарова Настя. Смотри, как выразительно она шабатный стол нарисовала и главы семейства, наверное. А это вообще, по-моему, на... Машарабейна? Да. Это, по крайней мере, кто-то с мацой. Вот такая мацая интересная. Шмура. Ну, похож на Исхивы откуда-нибудь, может быть, Астрашкента. Точно, у него полосатый халат. Бухарский. Бухарский. Что есть? Все это нас связывает. Да, мои, немножко моих бухарских корней там. Еще вообще что-то, что-то, наверное, что-то здесь проявляется. Я не знаю, как бы у детей своя связь с Богом. А это Хедер? Билищева. Я думаю, что это синагога просто, да. ТОР поднимают у нас просто там, где больцы евреи. Это в понятии ребенка, это синагога. А вот смотри, мальчик, девочка и киска. А это, мне кажется, песок шиней. Знаете, песок, песок, это вообще семейный праздник. Семейный стол, не знаю, домашние животные. Все это как бы, да, уют домашний. Вот это все очень правильно, на самом деле. Вообще, песок очень-очень связан с домашними животными, как мы знаем с вами. Курочка. А это с очень большим, с очень большим чувством вкуса и юмора нарисовал ребенок. Смотри, какая картина. За праздничным столом Шерманова Даша, 14 лет, школа Гешер, 2019 год. Как она четко выразила происходящее за столом. Талантливые дети у вас. Да, дети очень талантливые. Не то что. И для них, собственно, вот они требуют этого общинного центра. Мы хотим сделать хор, хотим сделать то, что положено сделать, так сказать. Сейчас мы идем в сторону, в сторону самой синагоги, собственно, молельного зала. Здесь у нас женская часть, самая почетная, из Ратнашим. И вот, собственно, святая святых, это наш Руна Кодаш. Тора нам подарена была в свое время нашей общине, Московской коральной синагогой. Сейчас идет активная у нас в общине работа, чтобы собрать средства для проведения второго свитка. Уже большая есть необходимость. А кто заносил? Это было задолго до меня, сейчас не могу сказать точно, кто участвовал. Это было больше 10 лет назад, даже, наверное, около 15. Это Бима, это место Хазана? Да, абсолютно так. А Хазан молится, если это не шабат, не молитва, если это утренний шахарин, молится на этом месте? Да, вот здесь, да. Можно открыть? Пожалуйста. Да, можно, конечно. Пять лет назад, когда община переселилась с Садовой улицы сюда, то есть из центра в это помещение, мы привезли свиток с собой. Сам свиток был подарен общине при ее основании. Насколько я понимаю, то есть сменилось несколько раввинов с тех пор. Я принял то, что называется эстафету Равмоша Эстрена, который сейчас в Израиле находится. Известный человек, да? Да, я думаю, наверняка знакомый со СНАД. И с Раби знакомых. Вот, я, соответственно, вот после него получил должность, и с тех пор вот мы молимся по этому свитку. Рав Александр, а расскажите, пожалуйста, про библиотеку свою. Что за книги у вас? Библиотека, к сожалению, сильно меньше, чем хотелось, да? Небольшая работа над этим за всех сил, библиотека очень скромная. Прежде всего, конечно, это книги Торы. Все книги связаны с иудаизмом. Вот такая у нас очень уважаемая книга есть, которую мы очень любим, но очень активно используем. Я думаю, что вам она хорошо знакома. Раби Даниэль Коэ. Разрешается накормить ребенка, не достигшего возраста бармитцевый, мальчик 13 лет, или батмитцевый, девочка 12 лет, завтраком до того, как отправится молиться в синагогу, будь то в шаббат или в будние дни. Что это значит? Это означает, что это потрясающая книга. То есть, вы видите, законы шаббата, на самом деле, в этой толщине, то есть, здесь далеко не только законы шаббата, есть очень много всяких житейских мудрых вещей, правил и законов, связанных с повседневной ивейской жизнью. Книга написана раввином, отначающейся горстким общинам в Америке, насколько я понимаю. Я получил в подарок евреев из Пятигорска, в свое время там, где преподавал. И, соответственно, мы эту книгу активно пользуемся для подготовки людей, в том числе, так сказать, из восточных общин, для подготовки евреев к Геюру. Книга нам очень помогает. Расскажите, пожалуйста, про верхнюю полку. Верхняя полка – это наша немножко такая боль, да, потому что это в основном, когда уже люди уходят из жизни, родственники приносят какие-то книги. Это старики наши, это после всяких каких-то, иногда после каких-то пожаров, после каких-то, так сказать, катастроф, да, чуть-чуть остается книжа, которые по-хорошему бы, вроде бы, ими нельзя пользоваться. Их нужно в книгу внизу, но мы их не отложим в книгу, потому что просто рука не поднимается, это старинные книги. И мы их просто в честь и в память о том, что, так сказать, о тех людях, которые жили в городе, соблюдали законы. Город был очень еврейским, по сути, мы об этом поговорим. Огромное количество объектов сохранилось, связанных с еврейской жизнью. Но это же музей, это музейные экспонаты. Да. Как можно отправлять внизу? Вот поэтому не отправляем. Говорят, значит, вам нужно обязательно сделать музей в том здании, которое вы планируете. Вот вы понимаете, чтобы мне любую тему, которую мы не начинаем поднимать, через 2-3 слова мы вспоминаем про общинный центр. Ужасно не хватает. Вот так на сколько просятся, да, вот мы сейчас, поэтому, активно в поисках земли, мы сейчас пока на начальных этапах, но мы уже предполагаем некий план, проект, и уже есть инициативная группа, поэтому вот сейчас активно приходим к форуму. На базе уже приобретения земли. А что нужно для того, чтобы земля была ваша и началось строительство общинного центра? Ее нужно купить, собрать средства и приобрести кусок земли, и потихонечку уосваивать так, как все делается община. Это фандрайзинг или у вас есть спонсоры генеральные? Якорные, как говорят. Нет, таких нет, к сожалению. То есть с меру по нитке? С меру по нитке, да. Пока так, и очень надеемся, что будут люди, которые дадут какую-то стартовую сумму, которая может быть оттолкнуться. Давайте еще раз. Вот давайте, чтобы наши уважаемые телезрители поняли. Есть маленькая, гордая, очень насыщенная еврейской жизнью. И говорят, что у вас членов общины около тысячи. Всего на разные программы записано около тысячи. Активных членов общины свыше 300. И надо понять, что в основном это просто простые люди, которым нужна синагога, нужны эти программы. То есть эти члены общины, безусловно, нас поддерживают, в том числе материально. Как правило, эти взносы в районе 300-500 рублей. Это обычные люди, которые получают обычную самарскую зарплату. Соответственно, вот содержание синагоги ложится полностью на их плечи. И вот с такими суммами мы, собственно, обычно и оперируем. Ну, на каждого хотя бы по метру надо, значит, тысячи метров нужно. Ну, мы будем счастливы, чтобы было хотя бы метров 500-600, чтобы мы смогли это и содержать потом достойно. А Миква, а музей, ну, давайте хотя бы тысячи. Хотелось бы, да, хотелось бы. На самом деле, я могу даже сказать о Мэйн вашем пожелании. Есть маленькая, гордая община. И очень востребована для своих членов. В Самаре. Да, да, да. Которая арендует помещение. В телефонной станции. В телефонной станции. Телефонов уже нету. А община арендует в телефонной станции. Конечно, нам надо прилагать усилия максимальные. И финансовые, и рекламные, и публицистические, и пиарские усилия, чтобы у вас этот центр обязательно был. Спасибо. А еще что за книги? Нет, я вот по поводу верхней полки. Вот какая самая ценная для вас из этих книг? Лично для меня? Да. Ну вот, пожалуй, наверное, вот. У нее даже нету обложки. Наверное, поэтому для меня самая ценная. Эту книгу, наверное, больше всего читали. Это Макзор, как вы видите, здесь молитва на емки-пур, селат наила, за последние страницы, которые остались, да, то есть не все страницы сохранились. Это окончание емки-пура. Молитва наила, когда мы плачем, когда льются слезы. Да, как последний шанс успеть попросить за себя, за своих близких, на целый год вперед, да. Аминь. Наила, можно посмотреть? Да, пожалуйста. Но Хазан читал по этой книге. Да, да, конечно. То есть вот эти вот в изданиях того времени, сейчас вот так бы была издана, например, Мишнабрура, например, когда книга по закону была похожей, такая похожая была бы верстка. В те времена вот так издавали Макзора. Видите, Юцер, Льемки-пур. Молитые книги. Более чем ну. Вот здесь у нас книги по философии, современные книги на русском языке, книга, естественно, про праведников, Равыцких, Зильбер. Для нас это особо ценно, потому что данный тираж был подготовлен с участием наших самарских евреев. Это глава из книги. Он же, Рав Зильбер, родился в Ташкенте, да? Нет. Рав Зильбер родился, в общем-то, на Волге. Если я правильно помню в Казани, а сочетался браком в Самаре. Самара, почему мы так, у нас община так активно участвовал в этом здании, потому что здесь мы чувствуем связь, собственно, в синагоге на Чапаевской когда-то. У него был шедух, и, насколько я помню, свадьба тоже была где-то недалеко. Вот, посмотрите, почитайте. Эта книга увидела свет благодаря щедрой поддержке Евгения Семеновича Гейдешмана, правильно? Да, да, абсолютно правильно. Его семьи и общины Дор Цаир, город Самара, да послужит она памяти и вознесению души его отца Гейдешмана Семена Израилевича, бабушки Гейдешмана Цилии Александровны, дедушки Гейдешмана Израиля Лазаревича. Да будут их души в райском саду вместе с душами великих праведников. Соответственно, вот благодаря активному участию таких людей, как Евгений Семенович, мы, собственно, тоже, вот, надеемся, все наши проекты с будущей помощью осуществлять. А что это за картина? Это гравюра. Это гравюра, когда, конечно, переизданная. Я не могу сказать, что это какая-то редкая картина. Наверное, это просто более такой современный репринт из старинной гравюра. Но это, как видите, видно на Иерусалим. Всегда хочется чувствовать связь с нашим общим еврейским прошлым. Вот это связь с нашим самарским прошлым. Это хоральная синагога на Садовую улицу, которая, мы надеемся, будет восстановлена. А сейчас в процессе реставрации находится. Но этим занимается община Хаббат. То есть мы не имеем отношения к самому проекту. Но похоже на Литовском. Здесь не было никого крупного. Кроме Литовского? Конечно. Конечно. Здесь был небольшой хасидский миньян. Так называемый его называли... То есть был отдельный... Не синагога, а был миньян-сфарад. Так его называли или сфаради. То есть многие сейчас как бы считают, что это сфаради. На самом деле это был именно был муссах-сфарад. Муссах-сфарад это... Общий хасидский муссах. Да, общий хасидский сфарад. Общий хасидский сфарад. Это был классический хасидский миньян небольшой. И кроме этого были литовские евреи. Дело в том, что здесь была очень большая эклектика. В принципе, было много евреев. Те, которые изначально были в области, это евреи, безусловно, кантонисты, как правило. То есть с разных мест приехавшие. А уже в начале Великой Отечественной войны в Самару объявили второй столицей. Сюда приехало огромное количество евреев со всей страны. Поднимали заводы, здесь культура, здесь все. Эвакуация сюда была очень активная. И следующая волна, когда евреи начали приезжать, уже третья волна, когда евреи начали попадать в Самару и Самарскую область. Это уже после войны, когда евреи из разрушенных мест, где негде было им жить, они, в общем-то, искали себе место, где остановиться. И многие приезжали сюда тоже. Опять же, благодаря активно развитой промышленности, востребованности здесь. И многие переселяют сюда. Так что еще у вас здесь? А еще, вот я тебе подарил вот такой Мадзур на емке Бур и на Росшана. Это хасидские? Да? Это как раз вот сфарадом. Это сфарадом, да. Мы активно изучаем Талмуд. У нас есть группа по-разному. Это конкретно трактат Магела. У нас есть группа, 5 человек, которые занимаются. Недавно мы прямо вот, как положено, накануне Песоха мы закончили изучение трактата. Сделали здесь саногое. Очень красивый Сиум. У нас есть записи. Это прям потрясающе было. Как положено праздник окончания Тума-Талмуда. Барпапа? Вот оно. Оно самое. Все, помню всех Барпап. Абсолютно. С самым удовольствием мы закончили изучать Талмуд на код. Вот. И сейчас мы продолжаем Магелу. У нас кроме этого очень много еще других уроков. Мы изучаем недельную главу. Изучаем Танах. Раф Александр, а что это за ремень, это честь? Смешно. Я его не убираю. Есть прекрасный человек. Его зовут Илья. Они переехали сейчас в Москву. Фамилия Новичков. Можете их встретить в коральной синагоге. Я такой крупный, высокий человек. Я ему показывал, как вязать узлы на тфилин. Он очень увлекся. Просто нашел какой-то ремешок и тренировался на нем. У него так стало красиво получаться, что я оставил этот ремешок в качестве примера, как правильно вязать узлы на голову на тфилин. Вот это пример Далита, так называемого. Чтобы просто было видно на крупном. Когда человек учится, ему хочется посмотреть на большом. Мудро. Ну это красиво. Музейный экспонат. То есть это учебное пособие скорее. А Илья, это Илья? Да. Лех, тебе привет. Я думаю, он будет счастлив. Никаких сомнений. А рядом это у вас Талит? Чтобы было видно просто, как Талит выглядит. Талит Гадоль? Да. Можно развернуться? Можно. На самом деле... Но это какой-то музейный? Нет, не музейный. Просто достаточно старый. Держи. Я вам скажу, что это за Талит. Он попал к нам так же, как вот многие книги, про которые мы говорили. Просто, к сожалению, ушел из жизни один из людей, так сказать, из нашей общины. И его родственники принесли его Талит в Синоголу. Пилон, опять же, да. Мы смогли на Моле. На Моле, да. Вот человек всю жизнь молился в этом Талите. Выжженный солнцем. Дырочки здесь даже, да? Раздавясь, сколько ему лет. Рабочий. И сколько... Вот мы его поэтому решили не класть вместе со всеми Талитами. Это для всех мы решили его ставить как экспонат, может быть. Вот здесь складываю по этим самым. У меня привычка не складывается, чтобы в шаббат. О, отлично. Хас и шалом, чтобы в шаббат не складывается по этим самым. Обычно это шамис складывается, потом, после шаббата. Слушайте, ну, Сидуров у вас здесь, наверное, человек на 500. Смотрите, смотри, каких. Мы в основном хотят пользоваться удобными Сидуровами, современными. Таких у нас не так много. Они есть, но... Вот то, что сейчас запаковано, это часто мы, так сказать... Это для тех, кто молится, мы иногда дарим. Там были какие-то бывают акции, помогаем людям, чтобы были молитвники. Потому что они достаточно дорогие. Я даже видел у вас и хаббатские, и тефилатазария. Любой человек любого носка может к вам прийти. И приходит. Да, и получит то, что ему необходимо. Часто люди оставляют у нас все дуры для того, чтобы потом за ними кто-то еще мог прийти. И, так сказать, тоже пользоваться. Знаете, как в некоторых кофейнях подвешивают чашку кофе для нуждающихся. Так у нас сейчас оставляют Сидуру для тех, кто может... Раби, вы мою мысль уловили. Я вот у нас... У нас в нашей общине в Сокольниках есть такие персональные места. И у меня там лежит мой Сидур. И я для брата постоянно держу Сидур. Он не так часто ходит. Но этот Сидур его манит туда. Он знает, что он придет, всегда в этом месте возьмет Сидур. Всегда есть, да, да, да. Вот это такая мысль. А где у вас кухня? Пойдемте посмотрим. Без кухни еврейских синагогов невозможно. Но пока мы идем на кухню, я хочу вам еще кое-что показать. Вот это не просто картинка. Это был огромный, серьезнейший проект, в котором участвовал доктор и кандидат исторических наук С.А. Репенецкий. На самом деле мы его называем Репшлома. Репшлома Репенецкий в бытность свою в Самаре. Сейчас он живет в Израиле в основном. До пандемии, так сказать, до всяких слабостных, так сказать, он был здесь постоянно. И очень многое занялось преподаванием. Мы с ним вместе здесь вообще не преподавали очень многие вещи. Он вел свои там какие-то курсы, связанные прежде всего с еврейской историей. И очень увлечен историей Самары, прежде всего. Именно как историк, профессионал и как урожденный самарчанин. Вот мы вместе с ним создали, безусловно, под его руководством, помогали ему создать этот проект. Восстанавливать все интересное, что есть в Самаре с точки зрения еврейского. И этот проект очень живой, он рабочий. В том смысле, что мы устраиваем экскурсии по этим местам. По еврейской Самаре. Мы где сейчас? Покажите, пожалуйста, на карте. Мы находимся на Соколово-36. Искать очень легко, потому что вот река Волга. И вот что-то надо наиболее близкое к реке Волге, подсказывая, найти. И обязательно обведенное внутри Багендовина. И дальше вы ищете 44. Видите, 44. Давайте поищем. Так, 45. Вот, 44. Давайте, смотри, что написано. Синагога Дор Цаин Хераор. Вот это, собственно, вот она и есть. Это вот это или вот это? Вот это, конечно, да, внизу. Это здесь Сука. Видите, мы сейчас это вот с торца здания. Мы здесь обычно ставим Суку. Это что? Вот так много еврейских зданий в Самаре? Да, да, да. Это не обязательно именно еврейские здания. Есть и еврейские прям, да. Вот это, например, Синагога на Чапаевской. Есть, где жили всякие известные деятели еврейского происхождения. Где были всякие места, где евреи собирались. Вот все эти места здесь отмечены. Важные для самарской еврейской истории. Ну и прежде всего, конечно, вот историческая синагога, которую мы уже с вами видели. Конечно, надо посмотреть, где мы готовим нашу прекрасную кошерную пищу еврейскую в синагоге. И дальше мы будем смотреть, что у нас есть еврейского города. С удовольствием. Добро пожаловать на кухню. Шабаты, праздники. У нас мероприятия по 50-60 человек здесь проходят. Последний раз было около 60 человек на Седер-Песах. Все готовится вот здесь. Собственно, нашими прекрасными еврейскими руками. Вот. Здесь много морозилок, много холодильников. Стараемся делать полуфабрикаты для людей, чтобы удобно было. Стараемся заниматься кошерным питанием. Дальше мы потом расскажем еще более подробно про наш кошерный кафе, где мы расширяем все эти возможности. А у вас шхита своя или вы берете? Я сам по себе шухет. Я могу резать и проверять. Но в силу занятости, в силу отсутствия такой команды серьезной, потому что это очень большая работа, я этим практически занимаюсь только иногда и только для каких-то мероприятий небольших внутри общины. То есть, по факту мы приобретаем кошерное мясо, покупаем в Москве, всех видов. И, собственно, им пользуемся. А в Харалке или на Бронной? Везде, где это, так сказать... Кто дешевле отдаст? Ну, зависит от того, в разные периоды, бывает по-разному. Единственное, что когда мы приобретаем именно для кафе, поскольку в городе есть большая община Хабада и много гостей из Хабада, мы делаем именно для кафе, покупаем только мясо с кошелком Хабада. Берлазаро? Берлазаро, да. А это мясное? Кухня здесь только мясная. Здесь в Синогово молочное не заносится даже на порог совсем. А с той стороны что, покажете? Да, тоже такая же кухня, только это горячий участок там холодный. А у шойхетов именные ножи? Нет. Ножи покупаются в магазине, но каждый свой нож сам затачивает, сам обслуживает, что называется. А это вы все сами делали? Полностью с вами. Здесь были голые стены. Когда мы сюда получили, здесь было просто... Это было очень интересно, потому что здесь была подготовка под стоматологическую клинику, под зубной кабинет, но ее так и не сделали, только была подготовка, то есть были абсолютно голые стены и соотехника проведена и все. Все остальное сделали своими руками, скидываясь, находя какие-то друзей и знакомых. Каждый предмет, который здесь видят на кухне, это чей-то либо дар, либо кто-то несколько человек, вместе с собой собрали, либо кто-то из дома что-то принес. То есть это община. Хотели лечить зубы, а начали лечить душу. Я вам хочу сказать, что нас называют медицинской общиной, так получилось, что у нас действительно огромное количество докторов всех профессий. То есть, наверное, стоматологов, кстати, я не знаю, как получилось, так, стоматологов больше всего. Наверное, здесь больше десятка точно. И врачи всех абсолютно специальностей у нас. Понятно, что не только медики, мы никогда не ставили специальных задач на эту тему, но вот так вышло, что очень много докторов у нас являются членами общины активного. Слушайте, ну вот таким путем всем миром почистить собирать, это же гигантский труд. Гигантский. Ну, дело в том, что это то, что мы хотим. Мы хотим построить общину для людей. А это дает результаты. Понимаете, ощущение, когда ты вложил там, это твое. То есть это не то, что мы позвали людей на готовое, они просто пришли, поулыбались и ушли. Это люди построили для себя. Они с этим связаны, у них это как бы, да, и поэтому они приходят сюда не просто иногда, когда что-то захотелось там полистать условно-молитвенник. Они приходят в место, которое им принадлежит. То есть место, которое они построили, для того, чтобы говорить с Богом, для того, чтобы быть ближе к еврейской традиции, для того, чтобы чувствовать себя нужными, важными, там, находить какие-то верные для себя вещи в жизни. Это место, которое каждый, каждый в каждый вложил свою частичку себя. Поэтому, вот мы поэтому этим путем пошли. Аминь. Тем более, если там каждый, ну, в силу невысоких зарплат, в Самаре кто-то 300, кто-то 500 рублей, цдака или маосер, в зависимости от того, постоянный прихожанин или нет, то это вдвойне ценно, когда человек там, грубо говоря, там с 10-15 тысяч отдает. Так и есть. Так и есть. Ну, вот у нас, вот такие люди у нас, в основном такие, как бы, вот весь костяк общин состоит из обычных людей, которые, которым это вообще нужно. Поэтому мы, ну, собственно, это изначально то, что мы хотели построить. Мы приехали на улицу Ленинградская, дом 77. Здесь потрясающееся на место. Здесь дом творчества, творческий кластер. Здесь молодежь занимается ремеслом, разнообразными программами, идеями. У нас здесь есть, так получилось, что в этом здании сохранился исторический кабинет раввина. И в этом, так сказать, этот кабинет я делюсь сейчас нашей подростковой программой. Они сделали в нем ремонт сами своими руками и создали программу, которая называется Шамаем. Шамаем Тинц. Программа для подростков, где они собираются вместе, изучают еврейскую традицию, делают очень серьезно, последовательно, разработаны у них собственные разработки программам. Мы очень надеемся, что мы продолжим масштабировать этот проект на всю страну, как мы это уже делали, так сказать, очень удачно, пандемия помешала немножко, но сейчас восстанавливаемся. В Самаре же проект чрезвычайная удача, огромное количество людей сейчас подростков, собственно, вы сейчас увидите. Задача именно привить ребятам знания подробные, не просто какие-то ознакомительные, а прямо на достаточно глубоком уровне знания о своем нейроне и традиции. Чтобы понимали наши телезрители, мы отправляемся на экскурсию по еврейским местам города Самары. И даже нееврейское место может стать еврейским, если экскурсовод сам равен. Ладно, равен Самары. Пошли. Здесь вот все вот такое вот, да, то есть это очень привлекательное здесь место. Ребята горды очень, что у них есть возможность в таком месте заниматься. для подростков это вообще круто. А какого года это здание? Ой, какого-то очень кучерявого. Далеко, далеко, далеко до революционного. Да, далеко до, как видите, какой-то пустойный кирпич какой-то. Несколько лет назад это начали восстанавливать, вот город отдал это для творческих людей. Так, сколько детей посчитай. Так, давайте считай. Как и делать? Салом и враха. Здравствуйте. Манешма. Здравствуйте. Манешма. Академия. Манешма. Манешма. Салом и враха. Шавуатов. Шавуатов. Здравствуйте. Шавуатов. Шавуатов. Добро пожаловать в Шамаем Пинсклаб, наш подростковый клуб. Заодно кабинет дровину города Самара. Немногие знают, что это так. Все знают, что Шаба Мтинзе, слава Богу. У нас есть стол. И дай Бог, чтобы так и было. На самом деле, действительно, предмет мой безграничный город. Все, что вы здесь видите, ребята сделали своими руками. Неоднократно и обновили и сделали еще раз. То есть сюда вложено сумасшедшее количество труда, любви и вообще желания. И здесь вот все сделано для того, чтобы эта программа процветала. Программа для подростков, где прописаны разные занятия, идея для того, чтобы взять человека и привести его к чему-то, к пониманию своей традиции более глубокому, к личностному росту как таковому. То есть здесь не только про еврейскую традицию этой истории, а вообще про то, как человек растет в своей еврейской компании во всех смыслах. Развивается как еврей, как человек, как профессионал, как будущий профессионал. То есть это все, вся эта идея, которую ребята взяли на себя и очень... Мы. Марк. Я. Подожди пока. Раф Александрович, давно отжали кабинет у вас, скажите? Прилично уже. Сколько годиков-то уже? Три. Собственно, с начала пандемии. А говорят, в утешении, у нас есть стул для вас, если что, да? Да, да, да. Даже воды стакан могут дать. Да и кресло есть. Все есть. Ну, просить надо вежливо. Да. Я еще борюсь за право не снимать ботинки, но это мне не всегда мне удается. Ну, вы пока ботинки любили. Да, видите, но это только я один единственный, только подогреваю, что мой кабинет, понимаете, у меня есть... Единственное, это самое, да, да, да. Такая коррупционная составляющая. Жалкий, слабый аргумент пытаться отжать себе хоть какую-нибудь привилегию. Вы все школьники? Да. Так. Ну, и чем вы здесь занимаетесь? Мы сейчас узнаем историю еврейского народа, иногда у нас просто происходят мероприятия, чтобы развлечься, отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Осознаем сами себя, как евреи, понимаем, почему мы евреи, какая наша суть в еврейском мире и как мы в нем себя ассоциируем. На один из трех вопросов ответите. Ну, как мы ассоциируемся в еврейском сообществе, например, мы понимаем, какие были наши предки, кто мы сами являемся, как мы... как потомки их, что мы делаем для того, чтобы доказать, что мы евреи, и как мы влияем на этот мир в лучшую или нет сторону. Вы опять задаете вопросы. Ответ можно хотя бы один? Вот вопрос на вопрос. Вот что вы делаете? Как вы чувствуете себя евреем здесь? Я чувствую очень хорошее к себе отношение и также меня здесь всех принимают, в отличие от общества вне этого клуба. Вы хотели что-то сказать? Так, а вы? А вы чем здесь занимаетесь? Мы иногда отмечаем шабат. Как иногда? Шабат же каждую неделю. Но не здесь, то есть не в этой локации, а в какую-то отдельную локацию берем и именно уже все подготавливаем к шабату там, проводим его. Шабатоны? Ну да, да, в таком духе. А что это за флаг? Это наш логотип. Shamaim Teens Club. Он еще 3 года назад у нас появился. Наш логотип. Ассоциация, то есть сверху небо, снизу земля, внизу флаг, и зрение, видение, которое вокруг нас. То есть много чего. То есть наш логотип идет с нами уже 3,5... Ну сколько? Какого? 2020 года. В сентябре будет 4 года. А в сентябре будет 4-й год. И наш вот этот логотип с самого начала, как только все создавалось, вот оттуда он идет. Ой, прекрасно. Это Амаши, как за вами подглядываю? Возможно. Так, я Андрей. Приветствую, я Даниэль. Вы один из руководителей Теста. Да, я один из создателей Shamaim Teens Club. Ну, Амаши? Помимо тяжелоатлетики, что вас зашлоит? Надо фамилию громко спросить. Моя фамилия Ильишаев. 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 Известная фамилия. Да, очень известная фамилия. А ваши какие функции здесь? Я, ну, я здесь являюсь ментором больше. То есть, человек, который с координаторами занимается созданием, придуманием занятий, программ и так далее. я здесь давно уже не преподаю. То есть, здесь именно как с подростками работают больше Боря и Марк. Я здесь больше, как вот считаюсь, как наставник, больше с другой стороны. То есть, мы на общих собраниях собираемся и обсуждаем, какие у нас планы следующие месяцы, что будем проводить, где будем проводить, как будем проводить. А вы же закончили высшую учебность заведения? Да. Кто по образованию? Управление инновациями, управление национными разработками. То есть, по сути, вы занимаетесь своим профессиональным делом? по факту, да. Ну, грубо говоря, это как локальная такая инновация самарская, поэтому, да. Дай-ка мне микрофон. Откуда у вас такая фамилия? Расскажите, где вы ее взяли? Мой папа с Азербайджана. Я Ильшаев Даниэль Раухович. Из Хувы? Да. Из Хувы? Да. Именно оттуда. Он здесь в Самаре? Сейчас уже нет, сейчас он уже в Израиле. А вы с кем здесь? В плане с кем? Ну, с мамой, с сестрой. да, с мамой. Есть собака классная, Монтик зовут. Такой карликовый такс, такая классная. Вот, пацан, да. Такая же, как Равина? Все верно. Она же, она же, она же, она же, все верно. Круто. Так. У нас ждут на втором. И тоже второй? Да. Да, Марк, давайте мы заварим. Только осторожно, там голову. А чем сход на первом этаже отличается от схода на втором? Здесь больше лаунж-зона такая, отдохнуть. Мы все хотим, подушки сюда, но все никак не получается, потому что, допустим, мы включаем проектор вон туда вниз, на стену, и, допустим, у нас сегодня было, вот мы фильм смотрели историю Феликса Сорина, к 26-му и Яро, привязываем туда к дню освобождения и к 9-му мая, соответственно. И вот, допустим, у нас есть второй этаж, локация. Ну, просто нам, чтобы места было больше, нам разместиться, как бы, если второй этаж и первый, кому где комфортнее. Здесь вот прыгнул, сел, залез куда-нибудь, далеко не видно никого. А вы знаете, кто был инициатором праздника 26-й Яро и сделал его государственным праздником страны Израиля? Да, Герман Захарияев, да, да, вот. Знаю, конечно, знаю. Так, ну, давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Лиза, я учусь в седьмом классе, в 74-й школе. Я сюда с удовольствием хожу, узнаю здесь что-то новое о еврейском мире. Меня зовут Арина, я учусь в десятом классе в 57-й школе. Что еще сказать? Сюда хожу полгода, очень всех люблю, очень интересненько, тут мне нравится. Меня зовут Ася, я учусь в седьмом классе в лицее техническом. Я также здесь новенькая, но за короткий срок я уже получила много новых знакомств, друзей, общения. Мне здесь очень нравится, здесь атмосферно, и приятно, что я узнаю историю своих предков. Меня зовут Саша, я учусь в 132-й школе в восьмом классе, я здесь уже месяц, и здесь очень атмосферно, и новые люди. Класс. Меня зовут Юля, мне 16 лет, я в девятом классе, в 58-й школе. В Шамайме я хожу больше года, и для меня это неотъемлемая часть жизни, где я получаю очень много знаний и очень приятные эмоции и от общества, и от развития в еврейской сфере. Меня зовут Яна, мне 16, я учусь в архитектурном лицее, в Шамайм хожу с сентября. Мне очень нравится это место, так как здесь много новой информации, новых людей, замечательно. Круто. Меня зовут Семен, мне 15 лет, я учусь в 41-й школе в Самаре. Сюда пришел первый раз, очень все нравится. Слушайте, ну а какая самая крутая школа в Самаре? 49-й школе. 49-й? Сейчас будет спор. Сейчас будет спор. Все из разных, так что, не знаю. До драки? Возможно. Слушайте, это самое, ну, здесь хорошо у вас, здесь хорошо. Тут летом жарко, зимой тепло наверху. наверх поднимается. Сейчас шикарно. Сейчас шикарно, да, окошко продувает, когда дверка открыта, все вообще замечательно. У нас есть уже баланс здесь воздуха, мы уже понимаем, где нужно приоткрыть окошко, где закрыть. Здесь много всего, тут, допустим, тоже, также наш логотип, мы еще нарисовали его, как только здесь все сделали, вообще, в самом начале, вот это было первое, что появилось на стене. В 2021 году, по-моему, мы его нарисовали, еще коронавирус был, вот это все. Там, а сзади, вот, допустим, у нас там киара наша висит замечательная. Ну, атрибутика, различная атрибутика, чтобы было понимание. Самое главное, что здесь висят наши какие-то работы, то есть мы не выкидываем это никуда, потому что, чтобы была память определенная, что здесь было там два года назад, три года назад. Мне кажется, даже если мы отсюда переедем, вот эта конструкция никогда отсюда уже не переедет. А вы в кипе? Да. Вы можете по улице в Самаре ходить? Да, я могу. Ну, лично я могу по улице в Самаре ходить в кипе. Никаких проблем? Меня это, ну, лично меня это никак не трогает и кого-то, кто рядом тоже. В Самаре это вообще проблем? Да, проблем нет. Слушайте, когда-то, когда здесь появились первые евреи, первые, было 100 человек, мужчин, первых евреев, 20 женщин, то есть, одна женщина приходилась на пятерых мужчин, ну, по математике, по численности. А сейчас я смотрю, у вас даже девочек больше, чем мальчиков, да? Не знаю, как это так сложилось. Без понятия. Ну, это же прекрасно. Это прекрасно. Какие у вас планы на ближайший год, два, может быть, пять лет? Может быть, все вместе поехать в Израиль? Может быть, не знаю. То есть, мы рассматриваем это так, то, что мы существуем за счет того, что мы одна большая семья, и мы вместе здесь собираемся. У нас нету там каких-то там плюшек, еще чего-то, допустим. Мы просто есть внутри системы здесь, сами по себе, и как бы мы всегда открыты к новому чему-то, к развитию и так далее. Ну, на самом деле, мы бы хотели, чтобы у нас появился такой большой общийный центр в целом, где была бы возможность заниматься и в ритм, допустим, нам вместе с ребятами, проводить тоже как-то кошерно-культурно время, чтобы мы вместе приходили и понимали, что нам не нужно там куда-то бежать быстрее, там с шабата куда-то домой уезжать, а там может быть остаться где-то там с ночевкой или что-то такое, чтобы была кошерная кухня. Ну, спокойно можно было там вот, допустим, в этом же общийном центре купить какие-то вкусности, допустим, вот сюда же, там на какое-то мероприятие, да, купить там же, там подняться на второй этаж, грубо говоря, сесть и покушать их, и чтобы, да, про микву и так далее, то, что была бы миква там своя, ну, в общем, все кошерные штуки, чтобы все это, все в нем присутствовало, и мы его наполняли своим еврейским вайбом, еврейской тусовкой, еврейской атмосферой. Чтобы мы, например, могли к вам приехать, не искали где-то гостиницу, а был малон свой, чтобы можно было остаться гостям, чтобы гости со всего Приворского региона к вам приезжали, оставались. Само собой, да, конечно, мы бы этого хотели, и в любом случае, когда к нам, допустим, приезжают многие ребята из других городов, и мы их, понятно, где у нас там, молодежное место у нас спрашивают, мы приходим сюда, да, а места маловато, и мы сидим вот, оп, склеились тут все, но в любом случае уютно, но хотелось бы, конечно, простора побольше, чтобы вы приехали, там, как гости, мы вас привели сюда, там, расположили еще что-то, такое вот. Ну, где по-вашему идеальное место для еврейского культурного центра в Самаре? Ну, где-то в старом городе, наверное, здесь вот, где мы находимся, потому что все-таки атрибутики еврейской здесь больше всего везде, хоральная синагога вот здесь, и, ну, как увидеть, посмотреть, допустим, что-то показать, какие-то дома, у нас вот на следующей неделе будет квест по еврейской Самаре, и мы, ну, какой-то вот эта часть, вот этот город. Мы желаем вам успехов, удачи, спасибо вам, вы классные, молодцы, вы потом, в течение жизни будете нести вот эту дружбу, помогать друг другу, и из этого могут быть какие-то большие бизнес-проекты, может быть, семьящие отродиться, даже ради одной семьи все это стоит того. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мы с вами вышли только что из Самая МТИНС, из еврейского клуба подросткового, на Ленинградской 77, сейчас мы повернем с вами вот за этим углом направо, увидим здание, историческое здание Самарской хоральной синагоги. А историческое место это, исторический кабинет раввина, он связан каким-то образом с исторической синагогой? Нет, нет, в этом здании кабинет раввина был с 90-х годов, не ранее. А кому сейчас принадлежит это здание? Исторической синагоги? Вообще не хабады, это, насколько я понимаю, они занимаются восстановлением, мы с вами можем только посмотреть, никакой информации о том, что там конкретно происходит, у меня на самом деле нет. Ну, посмотреть, глаз насытить. Здесь очень-очень еврейские места, здесь всегда жило огромное количество евреев в частных домах, тут сохранился небольшой частный сектор с правой стороны, где до сих пор ей живут евреи, в том числе соблюдающие традиции. Собственно, вот эта вот красота, известная на весь мир, его, собственно, вид. Тут посвящено очень много литературы разнообразной. Ну, например? Профессиональный, здесь как по архитектуре, как здание, как история, кто ее построил, как ее построили. Здесь огромное количество материалов. Собственно, пока красивее, с точки зрения архитектуры места я не видел. Ну что, друзья, добро пожаловать. Это сердце, наверное, еврейской Самары в зданиях хоральной синагоги, которая построена в начале 20 века. Это был еврейский квартал. Жертвовали, так сказать, цвет июзоварского купечества еврейского Самара, Самарской области. Очень есть много информации, легко ее найти. У нас есть историки, которые там занимаются, есть лекции, община очень много, очень близко. Эта тема очень важна для каждого самарского еврея, не только еврея. Мы периодически делаем лектории, приглашаем профессоров, специалистов и в центральной библиотеке здесь, и у нас, на еврейских площадках, постоянно обсуждается тема, связанная с наследием еврейским. Действительно, это всем миром была построена эта синагога. Огромная гордость для самарского еврейства. И, в принципе, жители, все жители Самарской области, всех национальностей, тоже считают, что это часть их наследия и очень важное место. Много лет уже это ремонтируется, к сожалению, пока не готово. Насколько я знаю, работы ведутся, но никаких подробностей. Я не знаю, я не имею лично никакого отношения к проекту реставрации. А что с ней случилось? Почему она в таком виде? Крыши нет? В советские времена ее, как и многие другие еврейские здания, ждала очень печальная судьба. Было много всего разного неподходящего в ней было. И самое ужасное, что все последние годы советского периода здесь был хлеб-завод. Со всеми машинами, которые дают вибрацию, со всеми перепадами и очень тяжелыми, абсолютно неподходящими для синагоги нагрузками. Много лет здесь действовал хлеб-завод, вплоть до 90-х годов 20-го века. Из-за этой вибрацией все разрушилось? Ну, в том числе. Потом здание было много лет разрушено и много раз пытались восстанавливать. К сожалению, до сих пор все попытки были неудачными. Но хала хоть поклияни? Что можно делать с новой? Молиться, хала печь? На хлеб-заводе, думаю, что вряд ли. А сейчас идет реконструкция, реставрация? Да, она, насколько мне известно, идет, но я, к сожалению, не знаю никаких особых подробностей. Вы представляете? Вот это единственное в Самаре кошерное кафе. Нам очень захотелось его посетить. Да, но даже у этого кафе, к сожалению, пока есть проблемы. Закончилась аренда. В общем, было в Самаре место, где обычный еврей мог прийти и спокойно поесть плов, шашлык, бизнес-ланч съесть, компотик выпить. К сожалению, пока этого нет. Но те люди, которые с любовью занимались кошерным питанием в этом месте, говорят, что будет и будет еще лучше. Да, вроде как подобрали уже помещение, но, в общем, сейчас все узнаем. Давно это место вы облюбовали. Как вообще такая мысль к вам пришла? Значит, мы в этом месте находимся с мая того года. Здесь уже год прошел, как мы здесь находимся. Мы находимся в Самаре на улице Фрунзе и сейчас мы занимаемся переездом на другую локацию. Будем потихоньку расширяться и будет намного больше пространства. И сделаем там и алкогольную продукцию кошерную, с Израилем будем договариваться, чтобы прям был реально чистый ресторан. То есть у нас сейчас именно кафе, а будет именно рестораном. То есть немного другое обслуживание, будет расширение позиций блюд и будет реально более крутое место в Самаре. Но это же не обязательно для евреев, это любой человек? Абсолютно. Это место вообще для каждого, кто хочет к нам прийти. Человек, который разбирается, кашути, он всегда к нам придет, а те, кто не разбирается, мы пусть приходят, мы все расскажем, покажем, как это и что это и докажем, что кошерное питание является самым качественным и вкусным в мире. Ну, вино израильское, там вареное, не вареное. Коньяк закажете в Крыму. Коган, очень вкусный коньяк. А шхиту где будете? Мясо, курочку где будете брать? Сейчас, в последнее время, мы работаем напрямую с Москвой, мы заказываем из Москвы курицу. То есть мы здесь шхиту сами не делаем. Редко делаем, бывает, но редко. У нас пока же не такие большие объемы, что мы ездили на предприятии и делали шхиту. Если делать, то делать Рава Александр. А может быть, вам сделать молочное кафе и продавать пиццы всякие, булочки? Молочное кафе я пока, лично я пока что сам не вижу так как такового смысла, потому что, ну, я просто сам мясоед, вот, и я люблю мясо. Вот, и насчет молочных кафе я не думал, я видел много разных вариаций таких заведений, но пока что хочу развить именно мясное направление в Самаре. Что у вас есть в меню? Ну, много разных позиций. Есть супы, есть старое, есть горячее, есть, там, я не знаю, мангальная часть, много чего есть. А можно, да, посмотреть меню этого заведения? Можно? Да. Кошерное кафе. Так, закуски. Форшмак по традиционному 350, хумус с зеленью и домашней тхиной 210 граммов 330, горячая тарелка на компанию 650. А что это за горячая тарелка на компанию? Там идут в основном позиции, которые мы готовим в фритюре, то есть там идут грибы, картошка, фалафель и гренки, гренки с халы. Крепкий куриный бульон с клетками из мацы 200 рублей. О-ля-ля. Цена, да. Суп дня с халы 300 граммов, кстати говоря, 300 рублей. Куриная грудка с кабачками и пряным томатным соусом 270 граммов. Я уже, я буду суп дня и курочку с грудкой. Классическая шакшука со сладкой паприкой 320 граммов 350 граммов. Курица-тереяки 450 граммов. Выход такой по 300 граммов. То есть одного блюда в принципе достаточно, чтобы наесться. Ну здесь в среднем берут как? Здесь берут закуску, берут основное и десерти какой-нибудь и попить. Да, дорадо из печи с лимоном 600 рублей 300 граммов. Тоже? Сорошая цена. Люля. Люляшка? 450. Шикарно. Слушайте, но на самом деле на двоих тысяча-полторы объестся. А пиво-то оно все кошерное. Поэтому не обязательно. Ну, по большому счету. Не обязательно даже из Израиля вино сюда привозить. не обязательно. У нас здесь много разных позиций. Нам люди приходят по плане точки зрения алкоголя. Приходят нам и могут спокойно, хорошо привезти. Можно? Можно. Текилу можно? Да. Можно. Вино. Джин. Определенный. Барискарик. Опять же. Приходите. Обязательно. Не обязательно быть евреем для того, чтобы посетить ваше новое кафе. Абсолютно. Израильский кошерный кухня. Израильская национальная еврейская кухня. Также элементы Европы. То есть есть полный спектр разных блюд и это максимальное качество. Максимально. Полностью все блюда хендмейд. Кто занимался дизайном здесь? Кто придумал черный потолок роскошный? Вот эти вот своды, зеркало, кто туда? Да. Извинь, человечек, хочется сидеть закатом. Назовут его Марк. Вот он один из людей, которые здесь в свое время мы вместе сюда приехали и занимались благоустройством данного места. Вам не жалко такую красоту покидать? С одной все равно очень жалко, потому что к этому месту мы очень привыкли. Как я говорил, мы здесь уже год, здесь уже много, и зиму прошли, и почти все сетиционные года прошли. С одной все равно жалко, с другой стороны надо развиваться, двигаться дальше. И здесь максимум могут сесть комфортно человек 17. Прямо именно как банкет. Там будет раза в 3 и в 4 больше. и в 5 смотрите, мы были в Хасеттикве в Воронеже. И там вы знаете, чуть поменьше этого помещения и там полки прям заставлены делами. Дела, 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 Кому-то дают по 7 тысяч, кому-то по 15 тысяч, кому-то и по 20 тысяч, кого-то кормят обедами, кого-то снабжают маломобильные группы граждан, снабжают какими-то медицинскими приборами. А как у вас? У нас, в принципе, все то же самое, потому что деятельность Хэседа в разных городах, она, в принципе, одинаковая. Мы также помогаем и продуктовыми наборами, перечислениями на банковскую карту, социальное обслуживание, ежедневный патронаж на дому, экстренная помощь, помощь детям, одежда, лекарства, все то же самое. А в чем евреи нуждаются больше всего у вас? Больше всего, но на данный момент они нуждаются, наверное, в единении. В объединении, во встречах, в общественной жизни. Говорят, что только в Самаре, в Самарской области около 10 тысяч евреев. Как вам удается за каждой семьей усмотреть, за каждой проблемой подглядеть и больше того, и решить эту проблему? Что вам дает силы и что вам дает информацию? Информацию мы черпаем из общины. К нам приходят сообщения о том, что кто-то в чем-то нуждается. Мы эту потребность стараемся по максимуму удовлетворить. Если мы это не можем сделать, мы собираем на это деньги в общине. Хэсед не может покрыть все потребности. Есть четкие статьи расходов, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать, нам в этом помогает община. А как ваша работа происходит? С кема работы? Ты еще скажи, сколько денег у вас насчитает. А сколько у вас волонтеров? У волонтеров у нас около 40 человек. А как строится работа вашего Хэседа? Что самое главное? Что моторчик? Что моторчик? Ну, наверное, сотрудники, которые живут этим, любят свою работу и выполняют ее ежедневно. А можете рассказать какие-то истории, которые вам запомнились из вашей работы? Последний раз мы буквально за час собрали деньги бабушке, которая нуждалась в микроволновке. Мы даже не успели провести социальную комиссию в Хэседе. И очень быстро откликнулись люди, и в этот же день ее и доставили. А самые трагичные случаи, с которыми к вам обращались, какие? Трагичные? Ну, к сожалению, недавно произошло событие. У нас здесь в историческом центре города сгорел дом. И одна из наших подопечных является жертвой нацизма. Они в один час лишились своего дома, своего жилища. Ее дочь выносила свою 85-летнюю мать на руках фактически. Ну, и сейчас мы им оказываем всяческую помощь и поддержку. Неужели построите новый дом? Ну, новый дом мы, думаю, не сможем построить. Но облагородить то место, где они сейчас живут, нам по силам. Ну, а вот вы, например, соберете деньги там фадрайзингом или, в общем, на квартиру. Они поедут в квартиру или привычный образ жизни на земле и в доме, он важнее и ценнее? Ну, они будут дожидаться восстановления дома через три года. И мы обещали, что они могут заехать обратно. А кто обещал? Государство. Не обманут? Посмотрим. Надеюсь, что нет. А что у вас в руках? У меня в руках ценный приз, который мы получили на прошлой неделе. Наши дети из семейного клуба, который занимается мультипликационной анимацией, заняли первое место среди 31 ролика. Привет, Мирьям. Привет, Моша. У меня интересная новость. Знаешь, в этом году у Израиля юбилей. Нет, я этого не знала. Государству Израиля исполняется 75 лет. Вот это да! Давай его поздравим! Точно! И давай отвезем поздравления вместе. Вот это приключение будет! Летим в самолете, и вот уже он. Аэропорт Пен-Гурион. Оттуда автобус доставит нас скоро с тобой на Иерусалимские горы. По старому городу мы там пройдем. Посмотрим, сады у кибуца потом. Поплаваем на корабле Уэлата. В ущелье Срицкал побываем когда-то. Объедем Бершевский базар на верблюде. И в крепости горной Масаде побудем. На мертвое море соленой водой отправимся тоже, конечно, с тобой. Там синее небо, там солнце всегда. Так что, ты хотел бы поехать туда? Йо-Уэлка сама израэль! Мы получили вот такой диплом. Израэлу. Да, за первое место был прием в посольстве. Посольский прием. И там нам вручали на Ганду. В Москве? Да. Кто вручал? Посол. Посол? Да. Алис Бен Цви? Конечно. А это Израэла? Да. Это символ израильского посольства? Это очень ценно. Теперь он украшает наш хэс. Это очень ценно. Скажите, пожалуйста, а вот что бы, ну вот была бы волшебная палочка? Или Старик Хатабыч, скажи. Или Старик Хатабыч. Кстати, вы знаете, что Старик Хатабыч еврей? Еврей, конечно. Нет. Теперь буду знать. Старик Хатабыч, и у вас была возможность выдернуть из его бороды один волос, и этот волос исполнил бы любое ваше желание в рамках хэс. Что бы вы загадали? Ну, одно единственное желание, чтобы мы могли покрывать все потребности наших подопечных. А в цифровом выражении это сколько примерно в месяц? В месяц? Ну, наверное, около, наверное, 10-15 миллионов. Ну да. Плюсом. У меня была цифра там 100 тысяч долларов или евро, но маловато 200, да? 200 тысяч. И тогда справитесь? Думаю, да. Ну, а столько областей. Давайте перечислим, какие еще раз области. Самара. Самара и Самарская область. Оренбург. Орск. Орск. Пенза. Пензенская область, соответственно. Ульяновская и Ульяновская область. Ульяновская область. Слушайте, ну там, наверное, под 1300 евреев будет, да? Да нет, конечно. Меньше? Нет, меньше. Но регионы очень большие. Ну, крупные регионы. Миллионов 7-8 людей, да, вообще, ну вот эти области все. Нет, на самом деле все гораздо меньше. Ну, если в Самаре и Самарской области, а 2 миллиона 700 тысяч. Если 2 миллиона только в Самаре живет. Ну, вы имеете в виду по еврейскому населению или вообще? Да нет, совокупности. А, ну, в совокупности, да, такая будет цифра. Как вы называете? И что, в 200 тысяч долларов уложились бы? Я думаю, да. Это 15-15 миллионов. Ну, я к тому, что у нас уже имеется плюсы. Ну, прям вот в конце с концами, если вам свести. А когда открылся ваш хэссад и вообще как обстоят ваши дела? Вот эмоционально. Как вы вообще занялись этим? В 94-м году открылся хэссад в Самаре. Я работаю, около 10 лет будет в этом году, в сентябре. Я пришла на детскую программу и после образовательного курса МИЦУДА мне предложили руководящую должность. Я очень люблю свою работу. И очень хотим расширять деятельность и услуги для наших подопечных. Сколько, какой возраст у старейшего вашего сотрудника и какой возраст у старейшего вашего подопечного? У старейшего нашего сотрудника они у нас относительно все молодые. У нас сейчас осталось там три сотрудника, которые больше 20 лет работают в хэссаде. Но самые старшие из них 70 исполняется в этом году. Она знает практически каждого подопечного, который у нас стоит на учете. А что для вас хэссад значит? Хэссад — это забота, конечно же. Это забота о наших пожилых бабушек, дедушек, родителей и детях. Это хорошее дело. Важное дело. Мы желаем, чтобы бюджет ваш никогда не истощался. Чтобы раз в неделю он пополнялся хорошими маосерами или митцвод. И чтобы ваши подопечные жили до 120 минимум. Хороший возраст. Спасибо. Самара — уникальный город. Он расположился вдоль набережной реки Волги на 80 километров. В этом городе самый высокий в Европе вокзал. Самая большая площадь имени Куйбышева в Европе. И самая длинная в Европе набережная. И этот город находится между двумя реками. Великая Волга и чуть поменьше река Самара. А вот по поводу евреев. В 1858 году в Самаре проживали 108 женщин и 20 мужчин. Еврейской национальности. Еврейской национальности. В 1875 году среди евреев, это цитата, было 9 портных, 1 картузник, 1 сапожник, 1 каретник, 1 медник, 1 резчик печати, 1 часовщик и 1 переплетчик. В 1880, 1881 году здесь, в Самаре, уже проживало 528 евреев. И с тех пор количество жителей еврейской национальности множилось, множилось и множилось. И на сегодняшний день в Самаре и в Самарской области проживает 10 тысяч евреев. Большая община. Огромная община. Ты посмотри, какая красота. Это песок морской, который сюда специально привезен. Такое ощущение, что ты на море. Такое ощущение, что ты в Турции даже. Потому что новые турецкие набережные, променады, очень напоминают Самарскую, самую длинную набережную. Красиво. Красота. Да. Ну, действительно курорт. Русский настоящий курорт. Речной курорт. Курорт средней русской полосы. Да, классно. Расскажите, пожалуйста, про женские программы, которые есть в городе Самара и в Самарской области. И вообще в вашем федеральном округе. Какие добрые дела вы делаете? Смотрите, у нас вообще, наверное, много программы. И у нас есть Хаббат, конечно же. Дина ведет, супруга Равшлома, она ведет Коляльтора. А у нас такой микс разных программ в том плане, что ходят женщины из разных организаций. Из Хэсада, из синагоги, из каких-то других программ. Дети, не дети, точнее, родители и учителя школы ОРД. В общем, любая еврейская женщина, любая женщина, которая интересуется иудаизмом, спокойно может прийти на наши все программы. У нас, я бы даже сказала так, что большой женский клуб. Недавно мы придумали ему название. Как-то так жили без названия, но решили придумать, назвали Меиром. Теперь мы так будем называться. И мы сотрудничаем с проектом Кэшер российским. Также мы сотрудничаем с программой Моментум. Это чудесная программа. Мы уже два раза ездили в Израиль по этой программе, женщины наши и самарские. И вот планируется третья поездка в ноябре. И с проектом Кэшер, как я сказала, мы сотрудничаем очень давно и довольно-таки подробно. У нас разные направления есть. В синагоге по четвергам мы собираемся, хал делаем. Хал делаем женщины, как их на тесто несут домой. Дома уже готовят, собственно, пекут хлеб. И оставляют для, собственно, для шабата на синагогу. Лекции проводим. Лекции приглашаю я. Интересных спикеров самарских, это и психологи, врачи. У нас, кстати, вообще не очень много врачей. И поэтому много, причем высоких специалистов такого, ну, в общем, крутых специалистов известных, они тоже готовы всегда прийти там с лекцией, с рассказом. Мы часто в Хэссиде на эту тему собираемся. А в последнее время у нас программа такая, я даже не знаю, не программа, направление или формат, точнее, можно сказать, у нас сформировался формат квартирника. Квартирник мы чаще в кафе собираемся. Я могу провести какую-то лекцию, потому что я психолог, я что-то рассказываю интересное. Ну, например. Например. Например, у меня есть лекция психологии Тора. Я рассказываю про исследования в психологии и, например, иллюстрирую событиями, которые в Торе были. Или про еврейскую моду я рассказываю. Или, ну, ты тоже всем понравился, например, про любовные треугольники. Очень интересно было послушать про породцов. Да, и с одной стороны пикантно, но с другой стороны очень было даже, вот, правдиво Тора не скрывает. Всем нравится, полезно. У нас проводятся также вокальные вечера, музыкальные вечера. Да, у нас прекрасная певица есть, Ирина Сигал, она поет хорошо. Ну, в общем, женский клуб у нас большой, у нас интересные женщины. Благодаря тому же Кэши России проходят и переподготовку, и получают новую специальность даже. То есть кто-то стал аркотерапевтом, кто-то стал кондитером. Это помогает. Говорят, что у вас есть планы расширять туристическое направление, приглашать евреев и сочувствующих, и не только евреев, показывать места и проводить шикарно праздники еврейские и шабаты. Как это будет выглядеть? Это будет хорошо выглядеть. Это действительно так, потому что Самара реально город-курорт. Особенно мы в этом убедились в пандемию, когда просто все набережные были заполнены, встать негде. Это действительно было страшное зрелище, потому что людей было какое-то бесчисленное множество. У нас есть возможность организовать и гостиницу, и организовать кошерное питание. И на любую длительность, скажем так, вашей поездки это можно сделать. Можно организовать поездку по Волге, можно организовать поездку за Волгу. В Самаре же есть за Волга. Это чудеснейшие места, там горы Жигули, вы, наверное, летели, видели, да? Наши бархатные горы Жигули, это какие-то сказочные места, потому что каждому кургану, каждой горе присвоено имя, и про каждую гору есть легенда. Есть книжка, я в детстве читала, «Жемчужина Жигулей», называется, «Про каждую гору есть легенда». В наших Жигулях прятались все бандиты, которые бежали, все беглые казаки и вся вольница. А казакская вольница, она вначале... Вообще казаки образовались вначале у нас, а уже потом где-то в других местах. То есть народ-то у нас живет довольно-таки такой, с характером. Ну, вы представляете, сколько там понабежало? Мы потомки этих людей, так что прямые люди. И еще, знаете, я не знаю, что вы говорили или с кем-то еще, но основной костяк нынешней общины, это люди, которые приехали сюда, в наш город, во время Великой Отечественной войны, здесь остались. И вот эти наши старики, наши бабушки, дедушки, они действительно были директорами заводов, которые все это вынесли, врачами, главврачами. Это удивительные люди, это интеллектуальные элиты. Евреи приехали в Самару, ну, в Куйбышево еще тогда, и они изменили облик этого города, в лучшую сторону они изменили облик этого города. Поэтому я всех приглашаю в наш чудесный город. Волга прекрасная. Волга и рыбачить, и отдыхать, и пляж, в общем. Давайте скажем, что и титульная нация огромные усилия прилагала для того, чтобы вместе с евреями строить этот город русский, вместе с евреями. И вот эта дружба неразрывная, она сделала такие шикарные кладки. Конечно. Были ли вы, я не знаю, около памятника, мемориальной доски антифашистскому комитету, который открывался мой супруг во время пандемии. Хотелось, чтобы это было широким таким мероприятием, но пандемия внесла свои, к сожалению, нюансы, и было достаточно скромно освещено. Но у нас может быть еще и медицинский туризм, потому что у нас действительно очень много хороших врачей, хороших клиник. И об этом мы тоже узнали, в общем-то, и во время пандемии, и после, потому что, ну, сами понимаете, когда в чатах пишут, что нужен тот врач, такой врач, сякой врач, все это находится моментально, и рекомендации очень-очень лестные. Как у вас проходит подготовка к 26 яра? К 26 яра проходит подготовка хорошо. Во-первых, мы каждый год отмечаем это мероприятие, к нам присылают книжечки, да, вот эти брошюры из ТМЕГи присылают. Мы часто проводим с пожилыми людьми, и во время пандемии, кстати, мы делали онлайн. Раф Александр читает молитву, проводит церемонию. Год от года меняется программа. В позапрошлом, по-моему, году я проводила, это тоже совпадало с маем, я не помню, как-то вот в майские дни я проводила кинопоказ. Я люблю показывать фильмы под тематикой Холокоста, с обсуждением, в общем-то, да, это очень важно, и чаще всего так проходит. В этом году планируются совместные мероприятия с другими общинами города, разными организациями, это будет достаточно большое мероприятие, памятное. А мы задаем этот вопрос всем, с кем общаемся, всем членам вашей общины, где бы вы видели идеальное место для нового Самарского областного, еврейского культурного центра религиозного? Ух, я не знаю. Но Волгу должно быть видно. Волгу, да, должно быть видно. Ну, это минимум соток двадцать должно быть. Это было бы идеально, конечно, да. И здание мы с рабом Александром обсуждали, поторговали, в общем, минимум тысячи квадратных метров. Я думаю, что да, да, я думаю, что да, чтобы там сидели все организации, находилось место для всех, и можно было бы сделать и гостиницу, и ресторан, и много чего, потому что у нас действительно много еврейских организаций в Самаре, но город длинный, вы видели, он длинный, растянутый, и мы все в таких разных местах, что доехать друг до друга, это очень-очень сложно. А представляете, сколько денег вы на аренде сэкономите? Вот все эти места. Это да. Если закрыть, сколько денег вы свырится? Сто процентов. И в Хессет их направить? Ну, не только в Хессет. Не только в Хессет. И в том числе и в Хессет, конечно. Кстати, про Хессет. Вы знаете, мы тут тоже были некими известными персонами во время той же самой пандемии сотрудники Хессет обратились ко мне с таким вопросом. Была категория пожилых людей, одиноких, на которых не распространялись никакие, как это сказать, субсидии. В общем, никак не могли помочь этим людям. А было закрыто. Все сидели по домам, и нужно было организовать питание. Питание одиноким людям. Никак не мог Хессет с этим помочь. И мы стали... Я обратилась уже к членам нашей общины, сказала, что, ребят, ну, во-первых, что-то нужно делать. Речь шла про 7-8 человек изначально. И я обратилась в чате, у нас есть чаты, и сказала, что нужно что-то сделать. Может быть, кто-то сам дома приготовит, а не везет. Первые дни так и делали, потому что, ну, нужно было срочно это организовать. А потом люди наши работают, они говорят, слушай, времени готовить нет, развозить нет, но я могу скидывать денежку, может быть, вы организуете. Мы организовали, мы действительно организовали в синагоге готовку еды. Мы думали, ну, как все, что это пару недель, ну, месяц, окей. Но с апреля по октябрь, включительно, два раза в неделю готовили в синагоге на два дня и развозили, волонтеры потом развозили еду пожилым людям. К нам потом подключались одинокие, не пожилые, и вполне себе работоспособные люди, больные ковидом, которые, ну, полежали пластом, они говорят, я никак не могу. То есть они скидывали, говорят, мы приготовьте, привезите только, пожалуйста. Это мы все делали, ну, вот, еще раз говорю, с апреля по октябрь включительно мы этим занимались. Поэтому нам даже сказали, что удивительно, раньше Джонни всем помогает синагогам, а оказалось, наоборот, в Самаре такое дело. Семья Аравина готовила своими руками. Мы нашли, ну, не совсем семья Аравина, я готовила где-то халы, мы нанимали повара, тоже из общины приводили люди, приходили люди. Но самое главное, это организовалось. И люди, именно в ковид, мы поняли, что у нас община очень добрая, очень заботливая. Если вот одним словом охарактеризовать нашу самарскую общину, заботливая община, я в этом уверена. У нас и радости, и горести мы можем разделить. Моя школа муниципальная, городская, поэтому мне открыта дверью для всех. Наша школа с углубленным изучением отдельных предметов, среди которых эврит, культура, традиции еврейского народа, история еврейского народа. И понятно, что часто это интересно детям с принадлежностью, так сказать, как мы это называем. И такая у нас интересная, уникальная школа. А также у нас есть углубление по информатике и технологии. Мы, в общем, у нас есть робототехника, компьютерная графика, программа по технологии, информатики, такие более продвинутые, чем везде. В общем, мы любим свою школу. А как вообще у вас родилась идея заняться в муниципальной школе, сказал еврейским образованием. Ну, как бы по-московски, но это очень сложный путь. идея, смотрите, идея не моя. Дело в том, что школа существует с 1999 года, то есть, ей уже много лет. Я в ней директор, седьмой год сейчас. Поэтому, да, значительная часть жизни школы прошла уже вместе со мной. еврейское образование очень важно для любой еврейской семьи, потому что сейчас поколение, когда еврейские традиции, язык, еврит, в том числе, идет в семьи через детей, через знания, которые они получают в школе, через какие-то общины, семейные и школьные мероприятия. Поэтому, конечно, это необходимая часть любой общины. Это школа, и садик, и школа. У нас в Самаре есть еще и школа Оравнер. И, в общем, мне кажется, это просто необходимо для любой общины, потому что это базис строительства общины. Что будет с общиной через 20 лет, если никто не будет к ней, не будет знать, что такое иудаизм, еврейская культура. А характеризуете сегодняшнее среднее образование? Я много слышу, с одной стороны, с другой, что вот там уровень образовательный падает, ввели эту Болонскую конвенцию, ратифицировали, вот эти вот все баллы ЕГЭ и так далее. Многие критикуют и говорят, что вот не очень хорошо, и что вот советское базовое образование было лучше. Ну, смотрите, любая информация, она несет в себе как правду, так и полуправду, так как плюсы, так и минусы. Современное образование, несомненно, имеет ряд недостатков и несомненно, имеет ряд достоинств. В советское время многое что изменилось, появилось огромное количество новых знаний, в том числе по информатике и по технологии, и эти знания требуют новых подходов к изучению, новых учебных материалов, конструкторов, ну, если говорить по технологии, например, конструкторы, лего, 3D-моделирование, 3D-принтеры, новые компьютерные программы и так далее. То есть это требует в любом случае чего-то нового, инновационных подходов. А что-то, да, не изменилось и осталось как прежде, и, в общем-то, это хорошо. Математика всегда есть математика. А еврейские дети хорошо учатся? Хороший вопрос. В нашей школе все хорошо учатся. Расскажите нам про еврейские места Самары, которые дороги вашему сердцу. Вы знаете, спасибо за вопрос. Вопрос сразу, знаете, в самое сердце, потому что последние два года мое личное увлечение, моя большая любовь, мы вместе с школой снимаем фильмы. И фильмы посвящены деятельности Самарской еврейской общины. Началось все с открытия доски, посвященной деятельности Еврейского антифашистского комитета. И у нас фильм вышел на эту тему. Это первый. Еще у нас есть фильм «В поисках местечка». Он про Самарскую еврейскую общину начала 20 века. Вы очень много узнаете и поймете. У нас действительно формировалась она двумя способами. Первая с 1880 года, а потом во время войны Куйбышев был запасной столицей, и здесь поднимались заводы. Приехало огромное количество, в том числе, евреев, среди инженеров. И это был второй приток. Многие остались. И у нас действительно очень интересная у города, очень интересная судьба. И у еврейской общины в городе очень интересная судьба. И вот заключительный фильм для меня пока был снят к дню памяти жертв с колокола. И он называется дорога в Гродно. Он по книге нашего самарского профессора, который был узником трех фашистских концлагерей. И, в общем, обосновался здесь в конце концов. В общем, очень интересно. Смотрите, не пожалеете. А вы продюсер или режиссер? Наверное, я долго думала, кто я. Наверное, я продюсер все-таки. Потому что, нет, конечно, у нас есть режиссер, у нас есть сценарист. Это учитель нашей школы Софья Григорьевна Найда. Ее дочка, кстати, сейчас поступила в известный режиссерский институт в Израиле. Не могу сказать, какой. Как ее дочь зовут? Ее Изабелла Найда. Давай передадим привет Изабелла Найда. Вам привет. Вы обязательно будете снимать в Израиле хорошие сериалы. А нас с братом пригласите на какие-нибудь, ну, не очень главные роли. Почему? Можные на главную роль. Мы очень хорошо сыграем в вашем сериале. Да, было бы отличным. Передаем привет и маме передаем привет. Маме сценаристу и преподавателю вашей школы. Как зовут? Софья Найда. Софья Найда, вам привет большой. Да, мне это очень приятно. Наша программа выйдет в канун 26-го яра. А что в школе делается для увековечения памяти о Великой Отечественной войне, о участии евреев в Великой Отечественной войне, о вкладе русских людей, о великом вкладе русских людей, о Холокосте и о всех трагичных событиях времен Великой Отечественной войны? Ну, несомненно, эта дата одна из ключевых в патриотическом воспитании в школе в том числе. И вот недавно у нас прошла линейка посвященная Дню спасения и освобождения. Да, Дню спасения и освобождения. Проходят классные часы, уроки мужества, участники в бессмертном полку в нашем, ну, такого школьного формата. что касается Холокоста, наша школа проходит, наша школа, наша школа, не первый год организуется семинар для учителей, для педагогов, посвященный тематике, уроки Холокоста «Путь к толерантности», мы его транслируем и у нас много он и международного характера бывает периодически в этом году был всероссийского, очень интересно, мы транслируем его в интернете, сотрудничаем с «Парком Россия. Моя история», и мы считаем, что мы делаем очень важную работу, потому что нельзя бояться смотреть во глаза тому, что было пугающим, как минимум для того, чтобы это предотвратить. Раф Александр, вы родились не в Самаре? Нет. Расскажите. Я родился в Москве в 1972 году. Первые лет 16, как и все, бывал в Синагоге, может быть, раз-два в год. Потом стал интересоваться, читать книги. Где-то к годам к 19 уже интерес все время рос и рос, и по разным жизненным обстоятельствам стал быть связанным с Московской еврейской общиной, работал администратором в организации Шатура, может быть, кто-то такую еще помнит. И в результате доработался до того, что решил, что Москвы мне уже маловато. К тому времени я уже немножко занимался сыровым Хагаем Преселом в Ишиве-Алее-Аков, захотелось большего, и поехал учиться в Уорсамеях, в Иерусалим. И, собственно, там так и застрял почти 20 лет. Стал педагогом, раввином, начал потихонечку ездить, преподавать, уже делиться тем опытом, который накопился с разными общинами, был раввином общину города Гомеля в Беларуси, работал с организацией Jewish Campus в Москве, преподавал студентам еврейским, всем, кто хотел, начал потихонечку ездить, помогать другим общинам с образованием, в том числе в Самару приезжал часто, работал на Кавказе, в Пятигорске, помогал равмехой илюхену. Вообще, Кавказ это какой-то потрясающий, очень сильный, так сказать, наверное, поворотный момент в моей жизни, когда я стал уже работать именно как раввинца в взрослой общине, серьезно. И после этого, когда знакомый мне хорошо, и мне хорошо знакомая община города Самара осталась без раввина, потому что раввин, равмушейст, он решил переехать в Москву. Вот, мне предложили занять его место, в том числе, потому что община меня знала, я людей знал. И так получилось, что город стал для меня судьбой, я здесь женился, я здесь живу, здесь мой дом, здесь люди, которые мне близки, пять лет назад мы открыли, переехали, так сказать, синагогу на новом месте, и вот это вот все, что со мной произошло, это вот все, все сейчас пришло, пришло вот на берег Волги. А сколько времени вы были раввином на Кавказе? И в каком городе? Прежде всего, Пятигорск, конечно, это Пятигорск, это я был постоянно, благодаря общине, я был очень мобильным, я ездил по всем Каввенводам активно, больше года, ну, наверное, в общей сложности, мы очень плотно сотрудничали, больше двух лет, непосредственно в Пятигорске я прожил год. Расскажите, пожалуйста, про историю евреев, Самары, то, о чем не пишут, собственно, в Википедии. О чем не пишут в Википедии, даже не знаю, что сказать, здесь Самарская община, удивительное, вообще место, Самарская земля, надо сказать, о чем точно не напишут в Википедии, о том, как евреи взаимодействуют здесь вот с людьми вокруг. Здесь, понятно, что, как и везде, всякое бывало, и есть и темные страницы истории, и все, что угодно, бывало, но глобально, и с точки зрения властей, здесь никогда не было какого-то такого глубокого антисемитизма, серьезного, то здесь власти, в общем-то, насколько мы знаем, и сильно до революции способствовали, чтобы еврейское население жило здесь достаточно комфортно. И в последующие времена очень большинство людей, которые здесь находятся, конечно, опять же, всякое бывает, я не идеализирую ситуацию, но большинство людей очень с уважением относятся к друг другу, к национальностям, к народным традициям. И когда сейчас произошло еврейское возрождение, люди стали изучать свой язык, соблюдать свои традиции, обычаи, это в глазах окружающих очень дало, так сказать, такой, именно вот такой шаг навстречу. Выделило, то есть поставило евреев вот как такую древнюю нацию со своими традициями, которые вызывают у всех огромные интересы. Поэтому здесь действительно огромное количество просто жителей области интересуются нашими делами, спрашивают, как дела там с вашими там общинными программами, что у вас происходит, что вы делаете. Это действительно очень такой вот момент, который я ни в одной другой области, ни в одном другом месте России никогда не видел. Замечательно. И последний, видимо, вопрос на сегодня. Что для вас 26 января? Как община Самары отмечает этот день? Я вам хочу сказать, что вот за последние несколько лет этот день очень много нам дал. Понимание вообще, кто мы такие, наша роль и так далее. Вообще, хочется сказать низкий поклон Герману Захарьяеву и всем, кто всей команде, которая колоссальные усилия потратила, чтобы этот день сделать официальным, настоящим праздником, большим, серьезной датой. Давиду Мардыхаеву. Давиду Мардыхаеву. Всем, кто имеет, всем причастным, всем, кто бы разрабатывал молитвенник, великолепный совершенно, который относится у людей, отплик вызывает шикарный. Для меня, я вам скажу, это, меня поразила идея, то есть она настолько правильная по сути, что сразу возникает вопрос, почему же мы раньше этого не делали на самом деле. И когда мы стали это делать, мы стали это делать в том смысле, что мы приглашаем всегда всех гостей, которых только можем, и всех национальностей, всех организаций национальных, из общин, из правительства. И подробно, подробно объясняем, что это означает. Я не видел ни одного человека, у которого не вызвало бы отклик. То есть это действительно то, что сближает нас с людьми и показывает, насколько глубоко вообще идея вот этой победы, она на самом деле с точки зрения нашего народа, насколько она божественна, насколько она показывает связь с Творцом, насколько показывает проведение божественное. То есть вообще все, что связано с духовностью. И через это очень легко объяснить вообще отношение еврейского народа вообще к этой теме, связанной с лукавичиванием памяти и борьбой с искажениями и всем остальным, что очень важно здесь для всех людей. Это что касается наших друзей, то, что касается окружения. То, что касается самой общины, это тоже очень такой, знаете, вот для наших взрослых, старших, наших ветеранов общины, это очень важный день, они уже к нему привыкли, они приходят, они все участвуют в молитве, зажигают свечи. В этом году у нас будет очень много людей, мы подготовили большой, вся община будет, все разные еврейские организации мы собираем вместе, делаем большую церемонию. Обычно мы делали в синагоге, в этот раз мы решили, поскольку действительно очень много желающих, мы сделали большое мероприятие, будем транслировать это все. Это то, уже, что вошло в их обиход за эти несколько лет, они безобидно сегодня не будут. Это их 9 мая, это их победа, это их, как бы, уже часть их еврейского календаря. Это невероятно важно. Слушайте, я вот сейчас поймал сюда на мысли, как же все-таки круто, что мы в Кипр, в Цицитах, ходим по главной набережной Самары, говорим, говорим о еврействе, говорим о еврейской истории, о некоем диалоге с Творцом. Да, а благородный, великий русский народ не делает разницы между евреями, русскими, татарами, и мы с вами не видим здесь ни одного косого взгляда и не увидим. То есть это вот, я вам хочу сказать отдельно об отношении с мусульманами местными, оно здесь невероятное совершенно. То есть есть главный муфти, муфти и Талиб Хазрат, ему хочется сказать огромное спасибо. Он просто выступил, как для меня, как старший товарищ, во многих вещах, с точки зрения, посоветоваться, как осуществлять проекты правильные, национальные и так далее. То есть он такой тот человек, который в принципе и все муфтии, которых я знаю, здесь отношения именно как к евреям, как к древнему народу, как к старшему брату. Отношения, как между духовными людьми, соблюдающими, здесь очень-очень дружелюбные. И с христианами тоже здесь неплохие отношения. Раби, медицинский туризм, еврейский туризм, новый общинный центр и бурная еврейская жизнь в Самаре. Это планы на полгода, на год и лет на пять. Я думаю, что это всю жизнь. Потому что все эти вещи, они должны расти, усиливаться, друг друга дополнять. Общинный центр должен включать в себя обязательно место, где мы принимаем еврейских туристов, в том числе и медицинский туризм там можно развивать. И все, что вы сказали, это все звенья одной цепи, это все одна минор, один легендовер, называйте, как хотите. Но это главное, что это то, что является нашей внутренней потребностью. И то, что я думаю, это то, чем мы будем быть полезными своим братьям по всей стране и по всему миру. Потому что община действительно очень сильна. Община обладает, у нас наша община, она обладает действительно вот такой какой-то удивительной возможности решать, создавать то, что евреям нужно. Амар Самарой, губернатор Самарской области участвует в ваших вопросах, в ваших делах, в наших делах? В наших делах, безусловно, они участвуют. Есть разные, конечно, так сказать, страницы, то, что называется взаимоотношения. Хотелось бы, конечно, опять же, поддержки по вопросам общинного центра, хотелось бы ее, так сказать, более серьезной. Но глобально мы, конечно, знаем, что отношения к нам очень дружелюбные. И правительство знает о наших проблемах и старается помочь. Прекрасный город, прекрасные еврейские места, прекрасная община. Спасибо за гостеприимство. Раф Александров. Нам очень было приятно посетить вас и, собственно, посмотреть все своими глазами. Огромное спасибо вам. Я безумно рад вас здесь видеть. Надеюсь, что в скорости увижу вас еще много раз. Приезжайте с семьями, с друзьями, с родными. Мы вас ждем. Вся община, я лично. Прекрасные еврейские места, прекрасные школы, прекрасная еврейская школа, прекрасный детский садик, прекрасный хэссет. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Мы помчались на самолет. Брухим убаим. Спасибо. И вам дорог в слухах. Субтитры создавал DimaTorzok Местные говорят, кто не был на дне, тот не посетил город Самару. Самое знаковое место в Самаре это пивной бар на дне. Здесь очень хорошее самарское пиво. И говорят, что под этим баром течет целая пивная труба. Только открывай краник. Да, кстати говоря, пиво самый кошерный напиток, самый распространенный. Поэтому местный раввин и все, с кем мы разговаривали, говорили, обязательно посетите это место. Мы посмотрели, оценили, но посещать не будем, потому что мы торопимся в аэропорт. Почему это место назвали на дне? Потому что здесь была такая социально низкая точка места кристаллизации. Здесь собирались люди низкого социального статуса для того, чтобы выпить прохладительные и горячительные напитки. Не всегда правильно себя вели. И на самом деле это самое низкое место вот этой вот улицы, которая... До Волги буквально 20 метров справа от нас, а до Волги буквально 20 метров. То есть это самое низкое место географически. Мы включаем в список еврейских мест на дне. На дне. Кстати, евреи туда любят зайти, пропустить кружечку пива. Это очень такое кошерное время, времяпрепровождение. Плохое слово. Помнишь Покровские ворота? Такси пришло. За нами приехало такси, у нас до самолета буквально 2 часа. Всем пока! Пока! Классный город Самара. Приезжайте. Самарская область. Супер место. Приезжайте, отдыхайте и получайте наслаждение. Редактор субтитров А.Семкин И вот уже программа Община прощается с вами на неделю. Мы снова встретимся на исходе будущей субботы. Тем временем смотрите, ставьте лайки, не забывайте про комментарии, оставайтесь с нами на первом еврейском канале. Вы смотрели программу Община, я Владимир Архирейский. Всего вам самого качественного! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова